все вы в эфире да да добрый вечер александра добрый вечер уважаемые зрители значит сейчас я проверю чтобы у меня все было но у меня это понял да уже вот я тоже вижу видно и слышно да я рад вас приветствовать ну да тема сегодня крайне важно тем более что ну как бы это сказать недооценить ее невозможно так я сейчас пока буду с вами временно потом поставлю презентацию сейчас несколько слов о орг моменте но до него еще скажу пару слов вообще нынешней теме сегодняшний но понятно что онкология страшная вещь некоторые не хотят даже об этом слышать потому что страшно даже само представление и словосочетание и образ который вырисовывается у каждого человека когда это раке онкология это страх панический это так сказать ну в общем нежелание смотреть вот в эту область к сожалению жизни современной особенно современной между тем онкология сейчас уже перешла все таки но она практически перешла сердечно-сосудистые заболевания то есть по количеству людей страдающими этими я во многих своих лекций гола о том что в америке например у каждого третьего онкологии у каждого третьего это неофициальная статистика но скажем вернее она официальная только не опубликованная от младенца до старика каждого третьего что касается крупных городов азии где в первом поколении люди изменили сельский естественный образ жизни труд на земле и совершенно иной тип питания с европейским когда в галстуках и пиджаках в офисах среди огромного количества воздействия электромагнитного облучения питание по европейскому типу все изысканно приготовленные вот там у каждого второго это я знаю потому что сотрудничаю ну есть у меня партнер по вот уникальным там прибором антиоксидантным комплексом для воды которые мы производим и вот в частности а у него товарищ партнеров в гонконге у него рак ну и собственно тут вот стали это исследовать там ну и вот наткнулись на такую статистику которые врачи того же гонконга онкологи говорят ну собственно информации разные очень много и удивляться здесь нечем для меня тут все понятно сразу порекомендую вам на будущее почитать книгу например но она такая научно-популярная то есть сложные научные вещи объясняются достаточно просто это отто варбурга да ой извините от варбурга кстати да я просто думаю сразу нескольких вещах я проводу варбурга лауреата двух нобелевских премий тоже потом немножко расскажу потому как он тоже был связан с немного друзей было врачи онкологов я кстати на эту тему у меня есть лекции читал лекцию она у меня записана и находится в блоге в разделе там где мои лекции левая колонка и там про онкологию найдете обязательно посмотрите обязательно то есть это теория тканевого питания дыхание извините и про кальций и так далее вот но я еще буду касаться этой темы так скользь я говорю о профессоре кэмбелли его коллегах это десятки ученых которые которые собственно говоря изучали воздействие в том числе определенных ядов изначально пришли к серьезным исследованием и это как бы называется условно китайское исследование хотя там и серьезнейшие американские исследования более 40 лет посвятил этому жизни к чему при пришел он тоже интересно об этом у меня тоже есть лекции анализ кто не поймет о чем же все таки глубоко сказанные как я объясняю подробнее привожу определенные примеры значит это есть у меня такой анализ системной книги кэмбелла китайской следующее тоже там найдете так теперь я вот хочу вас спросить пока я еще расскажу немножко параллельно сейчас а орг моменте мы непосредственно к лекции перейдем вот напишите пожалуйста в чат вот не поленитесь это было бы мне очень интересно узнать как вы видите каковы же причины онкологии потому что ведь но у людей разные мнения а некоторые безапелляционно высказывают такие вещи что сразу вспоминается профессор преображенский да когда он там мы не будем я никого не хочу обидеть но просто вот напишите это не стесняйтесь потому что это ведь люди часто ну как сказать свое мнение формируют просто повторяя затем кто более-менее убедительно сказал или у кого кому есть доверие например да там или то что им приятно ведь была вот вся причина рака в этом ну значит мол убери эту причину и все будет хорошо не будет рака так легче жить да согласен вот но напишите просто мне это интересно о психосоматические болезни от головы здорово давайте проанализируем напишите все как вы вот прям без стеснений как вы считаете это будет более живая беседа такая что называется а потом я вам расскажу как дело обстоит на самом деле так я потом зачитаю и потому ведь как в записи тоже будут люди смотреть потом эту нашу лекцию а очень важно чтобы это было озвучено потому что чат это не будет видно в записи на ютубе скажем потом да очень вот признателен вам пишите очень хорошо давайте я пока расскажу о орг моменте а вы пишите первая часть нашей сегодняшней встречи это непосредственно моя лекция будут слайды определенные я буду объяснять то что было заявлено по рассылке то есть что такое онкология причины онкологических заболеваний первопричины реально предшествующей самой болезни штука неэффективность лечения как она проводится почему неэффективным бывает какая профилактика какие противораковые препараты или какие-то иные вещества есть да ну и принципы лечения онкологии нужна ли химия при операции нет уникальные какие методы существуют тоже расскажу люди которые в той или иной степени продвинулись в этой области там ученые ну и так далее и так далее теперь после этого я сделаю вам середине лекции презентацию ну как всегда вы знаете информационных продуктов которые если вы сочтете нужным приобрести они по теме они по теме и дальше я буду отвечать на вопросы но я еще вам сегодня в конце поскольку я знаю что эту лекцию будут смотреть в том числе онкобольные люди тут безусловно очень высоко этическая сторона вопрос поэтому как бы так сказать я постараюсь рассказать конкретные методики максимально дать и общее положение принципов лечения серьезных принципов лечения с очень высокой процентной вероятности извлечения буду давать это в конце нашей сегодняшней с вами встречи так что эту запись потом полагаю посмотреть будет важно ну в общем каждому человеку но в первую очередь онкобольным людям так теперь но давайте я зачитаю то что вы написали так сейчас секундочку секундочку а вот так ну что же сколько вы написали благодарю так 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 ну значит так стрессы психическое состояние обиды сниженный иммунитет неправильное питание зашлакованность организма обиды стрессы стресс зашлакованность организма поселение грибков так накопление токсинов и закисление внутренних сред но кстати очень правильно очень правильно это уже ближе к первопричинам вредное вещество безусловно и это тоже правильно так нет стрессы тоже добавлять все правильно многие вещи правильно написано тем не менее то гормоны в пище ну да конечно психосоматика питание экология паразиты до рак болезнь обид это вот написала но девушка я понимаю который написала что все от головы идет опухоли так от обид зашлаковка организма от эгоизма жить только для себя по типу раковые клетки ну уже философия так грибы кандида закисленность организма так длительные переживания так человек не может быть самим собой в экологически недружно окружении как людей так и природных факторов так ну и пожалуй примерно все вокруг этого так сейчас ну да да закисленный желудок но хорошо все в общем примерно так да тут были высказаны кстати я был удивлен сейчас вот удивлен потому что никто не сказал там про трихомонад там свищеву про разные там другие гипотезы и так далее про хламидия мёб ну так сказать все что было модно за последние 25 лет и искать поражало в очередной раз на статье газет там зош как сенсации выходили и многое многое другого ну да ладно это мы как бы значит еще разберем ага так вот я по у меня значит заловка умерла месяц назад рака шейки матки от диагностики до смерти 9 месяцев она точно была обижена на мужчин и не могла с этим справиться ну и что вот слушайте неужели мы на основании одного фактора делаете вывод о том что и связали эти два фактора как будто нет сотен других которые влияют то есть то что она ест не имеет значения то есть если бы ее облучили например там или она радиоактивные какой-то съела продукты это бы совсем не являлась бы до причиной ну или скажем значит допустим там какие-то антибиотики сильные или цитостатики тоже не являются причиной начну которые призваны да там в онкологии подавлять рост от раковых опухолей и сначала получается это только потом вот я объясню почему идет прогрессирование развития но это ладно что с не делали как тоже не известно вы говорите что у нее был стресс но другие факторы но давайте сейчас не будем а да естественно два я понимаю что она была молодая потому и быстро молодых развиваются есть на то причины рак вот у людей пожилых он очень медленно как правило кроме некоторых видов рака развивается так что теперь давайте так я сейчас ухожу с чата я попрошу сейчас уже ничего не писать в чат потому что я это просто не увижу а уйдет если вниз потом чат и не увижу вообще а вот вы если по ходу того что я буду рассказывать будут возникать вопросы вы их записываете на бумагу пока но после этого в конце когда будем разбирать ваши вопросы я обязательно буду отвечать вот пока пожалуйста не пишите и так я ухожу с чата временно разумеется и сейчас я включу презентацию ну пусть вас не пугают первые кадры так сказать я вообще сегодня старался знаете у меня бывают презентации такие достаточно ну когда проблемы разбирают их изнутри что называется видеть глазами надо ну очень даже такие тяжелые поэтому я сегодня конечно тем более касаемые тема рака решил в общем больше тут схемы будут я решил не показывать страшные кадры которые действительно поражение крайних степеней тем то сказать когда что происходит для кого-то это будет шоком да и зачем принципе нагляднее ничего не будет понять можно все и по-другому так значит давайте так а вот я расскажу в начале что такое вообще онкология и верни потом я шаг за шагом попытаюсь вам объяснить безусловно мы разберем вот эти теории общие в чем там ошибки были почему принимали даже серьезные ученые вот например вирусная теория рака да ну вы знаете что и отчасти это так а отчасти нет почему чуть позже что такое вообще онкологии и что такое онкоклетка у нас огромное количество разных клеток нашего организма у их и собственно триллионы у нас здесь существуют разные органы группы тканей и собственно говоря клетки безусловно делятся вообще двумя путями да там половым путем это процесс миоза и бесполого метоза еще проходили все в школе так вот метоз бесполое деление перетяно деление у помните до удвоение клетки так сказать и так далее как все это происходит ну примерно по крайней мере и вот когда-то да этот процесс идет идет клетка клетки обновляются старые погибают новые растут создают себе подобные клетки вот когда-то этот процесс нарушается по какой-то причине то есть процесс метоза когда клетка теряет определенные свойства функции она становится другой с одной стороны чужеродной с другой стороны иммунная система не воспринимает ее как чужеродной и не уничтожает по какой-то причине вот это кстати очень сильно сбивало онкологов ну об этом то есть по сути что же это такое причины кстати у онкологов очень много вопросов и непонятностей то есть загадок для них они очень многого не знают так сказать несмотря на то что профессионально занимаются потому что но как бы так сказать многие как и врачи над своими ну казалось бы тем что они должны лечить болезни они должны глубоко изучить первопричину но многие не хотят то есть достаточно для большинства врачей того что это где-то уже кем-то написано они это принимают как должное и просто пытаются заниматься тем что устраняют последствия то есть видимую часть ведь раковую опухоль или там метастазы это то что уже есть а почему это произошло их как бы не волнует но если не понимать причин первопричин а возможно еще более глубоких факторов которые вызвали даже первопричину то тогда говорить о понимании того что ты делаешь ну нельзя то есть ну давайте ладно чуть дальше подробнее об этом так вот когда тонкая клетка то есть она не была еще онкоклеткой но стала она меняет свойства она теперь может размножаться бесконтрольно она паразит то есть она клетка паразит она потребляет питательные вещества упрощает свою жизненную так сказать задачу она только делится и захватывает новые участки и соответственно ведет себя примитивно почему кстати возникли вот теории исходные значит с тем что вот то ли амеба то ли хламидии то ли там трихомонады но в общем а тем не менее действительно ведут себя не как простейшие но как группы простейших и в общем потом когда уже проявляется вопухоль ну вот в человек попадает к врачам дальше происходит понятно что операции а дальше классика жанра химиотерапия облучение ну и собственно говоря как правило то что вы сами знаете хотя хотя безусловно бывают исключения и тут сразу люди говорят но вот тут врачи молодцы бывает что врачи молодцы только тогда ну что действительно они сделали качественную операцию и так сказать метастазирование вдруг ну не пошло потому что удалили опухоль так что прям вот собственно говоря и ткани вокруг нее или по иным причинам как это было в двадцатые тридцатые чуть позже годы прошлого века когда вот тот самый это варбург описывал а он например значит своими друзьями онкологами изучает вопрос когда они онкологи делали операции обрабатывали акустической соды это такой супер щелочью значит поле операции да и после этого метастазирование практически никогда не было очень интересный факт запомните это ну сразу кто-то скажет вот сода лечение рака с содой и так далее мы поговорим потом если будет интересно и о соде вот я объясню почему она действует иногда но почему это естественно не панацея кстати сразу скажу что панацея она ее и нет с одной стороны если вы говорите что одно какое-то вещество вот даже если вы приведете в пример я знаю там человека кто лечился чистотелом а другой скажет а я знаю человек который лечился там какой-нибудь асд фракции там два там и вылечился но тогда но не будьте примитивными людьми то что кто-то вылечился это не значит что это лечит это в данном конкретном случае может помочь человеку что иногда достаточно изменить факторы условия среды обитания даже человека даже правильно говорят некоторые морально психическую тут говорили состояние и уже и уже можно победить в какой-то пока это зона невозврата такая точка невозврата не прошла возможно но это частный случай мы же говорим о системе я сегодня буду говорить именно системном правильном подходе о том подходе при котором даже независимо от настроя человека хотя это очень важный факт очень важно значит работает статистика вот об этом мы сегодня будем говорить но для того чтобы об этом говорить надо все-таки отмести в сторону или рассказать в чем же несостоятельность теории которые я уже приводил и подробнее скажу чуть дальше давайте я так скажем с этого кадра уберу вот так сказать кстати вот видите на этой картинке да и безусловно надо отметить что метастазирование идет всегда по кровеносной системе и лимфатической системе лимфа напомню кто мои лекции другие не смотрел заново с нуля вернее скажу что это как бы условно такая канализация нашего организма лимфа идет параллельно всегда кровеносной системы ее объем в 2-3 раза больше чем крови и это вся межтканевая жидкость это то что из межклеточного пространства а именно яда шлаки токсины продукты метаболизма клеток выносят в соответственно собираясь лимфатические такие сосуды а дальше через крупные такие барьерные станции защитные лимфатические узлы идет более крупные лимфатические сосуды ну и соответственно выводится из организма в разных местах в частности например очень большое количество скопления лимфы вокруг кишечника и особенно толстого кишечника и как раз туда через такие складки толстого кишечника через такие с лимфатические сосочки выходят как раз должны выходить и яды шлаки токсины и продукты метаболизма вот к сожалению происходит не всегда но на то есть уже причины о которых мы как раз тоже сегодня коснемся вот и вот как раз метастазирование идет по вот этим самым в том числе по лимфе ну а теперь давайте посмотрим теории ну все вы наверное слышали о теории свящевой это так называемая трихомонадная теория где она объясняет что вот собственно говоря перерожденные трихомонады это есть раковые клетки логично достаточно многие вещи казалось бы все объясняет но давайте чуть дальше как раз коснемся сходными теориями сейчас посмотрим и наложим одно на другое примерно чтобы про каждую ну собственно одно и то же примерно не говорить значит так вот есть еще такая теория интересная была об этом писали в свое время во всех газетах козьминой такая козьмина она лаборантка долгое время работала в лабораториях по разным исследованиям анализа там крови и прочей ткани и вот теория о слезевиках слезевики это такие но скажем их относят как бы к условно грибам и простейшим это такой некий симбиоз то есть на самом деле я вам сейчас расскажу что это такое но что она пыталась вообще как это получилось пыталась она обосновать тогда модную теорию рака у свое время в основе которые считаются лежат скрытые половые инфекции хламидиевая теория например хламидия да но и что рак именно вот из-за хламидии из-за вот этих половых инфекций а слезевики да это собственно симбиоз с амебами такой кстати вот некоторые даже наблюдали жители особенно южных регионов и других стран у нас просто они не такие активные эти колонии но это действительно грубые вот амебы которые несут себе споры определенных грибов низших микромицетов грибов так вот они имеют как бы единое управление эти сотни тысяч миллионы и большее количество меб как малюсеньких крошечных существ одноклеточных простейших они передвигаются синхронно они могут переходя через преграды делать мостики такие лесенки как бы помогая друг другу и направляются определенные места ну это собственно говоря сырые пни поваленные деревья и так далее но они ведут себя как единый разумный механизм управляемый какой-то программой вот это запомните это очень важная вещь для того чтобы дальше мы будем говорить вы поймете как бы будете сопоставлять так вот они себя ведут разумно это я уже объяснил и она просто вот этот козьмина перепутала ну скажем попутала цикл этот развитие деления клеток слезовика в стадии диплофаза это когда но многоядерные слези уже образуется такой сложный организм вот с раковыми клетками то есть там были еще другие ошибки которые просто вот собственно были спутаны принимая одно за другое ну когда часто исследователь что-то вот хочет теорию какую-то свою оправдать он порой вот увидишь что-то похожее там скажем какой-то процесс схожий как ему кажется но сразу делает вывод так вот слезевик это вот это такое высокоорганизованное состоящее из множества организма существо а не единое да он очень уязвим вот это надо понимать и биологическая его задача расщепление органики растений пищевой цепочки то есть там определенных групп видов вот и все в экосистеме его задача ну скажем этих организмов а вот например грибы которые они перед совсем другое дело кстати интересно что как этот слезевик переползает определенные места где условия среды для него идеально подходят сразу там в этом месте они как бы останавливаются и через какое-то время прорастают грибы которые видны малюсенькие определенные вот вид грибов шляпка все так сказать ладовое тело но хорошо теперь хламидиевая теория то есть но то же самое примерно что вот вызывает хламидия тоже простейшие онкологии но сразу возникает тогда вопрос да вот американские исследования были очень серьезные проведены там многочисленные когда мышей ну на мыши на мышах всегда проводят изначально на крысах там заражали определенные онкологии извините значит заражали вот хламидиями и кстати никогда ни одна не умирала от рака вот теперь что еще интересно важно подметить ну то есть понятно что теория это абсолютно была не верна это было давно уже известно и доказано раком болеют вообще это надо понимать все группы высших живых существ на нашей планете и насекомые и самое что интересное там растение то есть не только представители животного царства но особенно высших млекопитающих и нас с вами и рыбы и это сказать амфибий но это ладно и растения в том числе но и у растений и у насекомых не бывает хламидии и трихомонад не бывает вообще никогда то есть ответ понятие начали виден да вывод но зато у них есть у всех этих живых существ которых я перечислил его растений и у насекомых есть грибные инфекции низших грибов микромицитов хорошо идем дальше ну а кстати если трихомонады вот говорят там причина рака трихомонаду то есть еще но тогда почему возникает вопрос ведь нельзя использовать трихопол и он был и все и рака не будет если использовать трихопол в этом случае потому что но метро недозол наш аналог трихопол импортный так вот это вещество как раз было создано трихомонад и многих других простейших и она их убивает и возникает вопрос почему ну таких вопросов много возникает я не буду на этом сейчас заострять внимание в общем грибы это вот отдельная тема и очень интересный вот кстати сразу здесь скажу да такие интересные вещи вот я говорил про управление и сразу скажу ну грибы грибы управляют почему но вот например вы слышали смотрели передачи о животных наверняка верили такое что например муравьи пораженные определенным грибом начинают совершенно вести себе по-другому то есть например заползают там они должны выполнять свою роль там переносить скажем муравейник там скажем насекомых какую-то органику мураги листарезы например в тропиках переносят листья кормят определенный кстати тоже гриб которым потом питаются то есть соответственно понятно что есть грибы паразитические условно для определенных организмов есть симбиотические тоже условно назовем да и вот пораженные грибом паразитом определенным муравьи те же заползают на верхушке деревьев повисают вниз головой ну собственно говоря и для чего а потому когда гриб созревает и споры его просто так разносятся на более дальние расстояния заражая другие там муравейники и других насекомых и так далее это вот что это явный признак но некой такой разумности да это уже не просто какие-то там инстинкты либо примитивные это серьезная вещь значит теперь что касается саранчи вот достигают определенной численности знаете что спасает ну человечество от голода и вообще это сказать не но пытаются травить всех не протравишь химии да и раньше и не было раньше тоже вроде численность доходит до пика потом сокращается тоже грибы тоже определенным образом значит ну не буду рассказывать циклы как все это происходит в общем потом просто сокращается численность так регулируется в природе значит численность в том числе некоторых насекомых которые могут достигать там при обрядных условиях их численность огромное развитие то есть они сдерживают популяцию это как бы одна из экологических таких скажем функций грибов некоторых низших вот а вот клещи например выработали это уникальный пример что вот многие клещи виды клещей выработали такой иммунитет хотя они холоднокровные животные которые кстати имейте ввиду что вот среди например насекомых понятно что они все холоднокровные приспособлений практически защиты от грибов паразитических нет ни у кого но вот у клещей например есть они научились вырабатывать определенные ферменты которые блокируют действия грибных токсинов и определенных там других компонентов и но они являются переносчиками инфекции серьезные да вы знаете про многие я не буду говорить теперь значит а теперь давайте вот о чем поговорим а я сейчас вам вот еще тут кадр поставлю в принципе давайте лучше уберу на что-то более такое нейтральное я все-таки вам сейчас сначала до перед причинами а вот то что сейчас слайд вы видите причины всех болезней это правда вот посмотрите это группы основные причин потому что если мы вообще будем говорить что есть какая-то одна причина это абсолютная неправда потому что конечно правы и те ученые которые увидели определенную взаимосвязь между развитием вирусов определенных как называли вот например группы онкогенных таких например папиллома вирус вилс папилломатоза да или там скажем цитомегаловирус штейн баре да там герпес шестого типа и другие и взаимосвязи наблюдали между онкологии и наличием и очень активным ну скажем размножением количественным показателем этих вирусов да они что не правы это просто так или только психология здесь ну конечно это нет не так безусловно но говоря причина всех болезней сразу экстраполируйте делайте точную такую вот взаимосвязь сразу с раком потому что потому что рак это конечная стадия скажем так вот ошибок при делении клеток которые накапливаются от каждого деления к следующему и чем дальше человек так сказать к старости условно идет тем больше этих ошибок если не устранить вовремя их не убрать накапливается вот об этом мы тоже сегодня поговорим поэтому давайте я сейчас скажу во первых онкоклетка вот это очень важно понимать это вообще для ученых загадка ведь они не могут на многие вопросы ответить ну например на какие даже на такие как обычная клетка стала чужой обособленный вот не могут ответить например и на такие вопросы как почему она стала бессмертный а кстати известно что любые клетки живут определенный свой срок жизни это обычно 50 60 циклов делений но собственно говоря это стало известно даже и подсчитано когда вы теломеры обнаружили защитные этих мембранных колпачки на хромосомах когда стало понятно сколько циклов делей какой предел и в среднем это два года то есть 100 120 лет нормальный срок человеческой жизни хотя учитывали и естественно людей ведущих обычный образ жизни обычное питание и скажу так сразу что безусловно жить можно гораздо дольше если клетка будет при нормальной своей жизнедеятельности обычная делиться жить скажем да не два года а там скажем 4 5 а это зависит от многих факторов в том числе от калорийности питания почему она выше тем сжигается быстрее скажем жизнь проживает та же самая клетка при том если у нее нагрузки на вот эту переработку скажем обменные процессы если у нее не ускоряются а идут так как надо а так как надо никто не измерял потому что измеряли на тех людях которые постоянно живут в ускоренном режиме прожигания своей жизни в том числе и сами врачи ну так вот теперь смотрите а это уже как раз вот смотрите на кадр то есть неадекватное питание теперь дальше идем с вами что не могут ответить еще на такие вопросы почему организм не уничтожает антигенами макрофагами и так далее не уничтожает да собственно эту клетку но в какой-то период уже не может это сделать или не видит ее не распознает изначально как чужеродное включение потому что это свои клетки но другие перерожденные вот это тоже непонятно почему неудержимо например уничтожают онкологические клетки соседние клетки здоровые причем чем больше вмешательства в эту онкоклетку да тем активнее агрессивнее на себя ведет и почему эти онкоклетки не выносят агрессии соответственно к себе и сразу на любую агрессию начинают активно делиться просто неудержимо расти и размножаться вот почему это тоже не могут ответить ну хорошо вот ответы есть я сразу скажу наперед и вы их будете знать но чуть позже давайте посмотрим с вами сейчас вначале что эти факторы которые обычно разбираю в своих вводных лекциях на тему адекватного человеческого питания и говорю всегда так что вот товарищи дорогие вот чтобы мне тут наперед знаю некоторые те кто приверженец скажем обычного такого условно назовем это традиционно хотят не так питание значит будут кидать камни говорят что говорить но поскольку им это будет не нравится что я говорю что вот но как же там питание как будто других причин нет нет вот я не дам вам такого повода причины безусловно есть и другие и многие из вас кто сейчас вот в начале лекции встречи сегодняшний с вами ну в общем то писал большинство было право бы причины называли вполне адекватные разные не все но тем не менее разнообразные и действительно это так а вот кто писал просто причина в чем-то там одном нет ну не совсем по крайней мере так сказать вызванные только психосоматика и так далее а вот давайте теперь посмотрим я обязательно должен сказать вкратце буквально совсем но чтобы так сказать выбить почву из под ног тех кто там только и пытается в чем-то там уязвить там и так далее и так далее лишь бы так сказать оправдать свои слабости ну или по каким-то иным причинам теперь смотрите да неадекватное питание мы сегодня про него прям подробнее коснемся но в связи с тем когда именно речь будет про факторы кого приводящие к первопричинам это самая главная причина на самом деле но безусловно со счетов не будем сбрасывать вот например химическое поражение организма да паразиты прочее ну быстро пробежимся вот смотрите химические поражения могут влиять но безусловно могут во первых есть вещества которые при попадании там на кожу просто вызывают рак это известно или например там значит но локальные канцерогены так называемые вредные производства краски это в различные химические где там всякие люди дышат ацетонами и более опасными веществами формальдегидрита но например уретан известно что вызывает рак легких на производстве где там что-то с этим летучим веществом вот работают и потому что просто огромное количество клеток легких а повреждается разрушается и клетка постоянно вот она скажем понимаете например должна обновиться там 50 60 раз она обновилась 50 60 только не за 100 лет а там за 30 лет за 20 лет потому что разрушается там три раз в месяц скажем в два они раз два года это раз во во вторых потому что на ослабленную клетку легко идут цепляются так сказать разнообразные микроорганизмы которые никогда ну скажем живую клетку не поразят здоровую живую полноценную клетку но по крайней мере там вирусы бактерии а только ослабленную понимаете вот поэтому например но вещество действующего за да а скажем извините меня если скажу про какой нить но допустим формальдегид это не доказано ли абсолютно точно там наука и просто это уже по моему даже я не знаю там и объяснять не надо что тяжелейший канцероген который тоже приводит к онкологии ну хорошо вот например диоксин естественно приводит но хорошо вот имеется ввиду тут химия да в меньшей степени любая другая бытовая что хлор не может привести может ну и собственно говоря а тот же экиловый спирт алкоголь так сказать когда мы говорим о циррозе печени а дальше перерастание ну как крайняя степень фазы естественно потому что клетки накапливают действительно яд и токсин они перерождаются они видоизменяются и мутируют и безусловно не приводит ли это к раку в конечном стадии да а что только печени конечно нет и ослабляя организм в любой клетке в любой органе могут начаться эти процессы уже неуправляемые а иммунитет уменьшается скажем ослабевает при воздействии химических веществ да а слабый иммунитет это как раз так сказать ну прекрасно для онкологических клеток теперь вот скажем обработка это пестициды гербициды этой яды отравляющие это сказать каких-то определенных групп живых существ для хозяйственных или иных целей человека вызывают мутации вызывают возникновение рака безусловно в тех районах где происходят какие-то обработки тоже повышены так сказать количество онкологии вот сейчас другой опрос что и химтрассы кто слышал что это такое и обработка продуктов идет на настолько масштабные что сейчас трудно выделить определенные зоны ну как раньше например чернобыль пошел ветер куда подул радиация перенеслась в определенные там скажем линии да там зоны и там онкология сразу подскочила ну скажите те кто говорит что это все от ума эти люди тоже так сказать от ума все заболели раком зачем такие глупости говорить безапелляционно теперь дальше но безусловно медикаменты а вот антибиотики призванные убивать живое как в переводе со слова антибиотика есть они не вызывают онкологию очень даже вызывают теперь идем с вами дальше вот паразиты да я читал лекции на тему паразитов вы наверняка тоже их видели нет так пожалуйста у меня в блоге к кому интересно посмотрите вот предположим давайте возьмем другой пример вот зубастая вот это зараза анкилостома такой паразит поселяясь там печени допустим или в поджелудочной железе ну допустим печени вот она постоянно она питается клетками печени повреждая и соседние которые не успевает съедать и так далее постоянно очаги вот эти вот выедание скажем и тогда там должны клетки новые синтезироваться не ускоряет ли этот процесс возникновения рака не приводит ли это к раку конечно это тоже приводит то есть это фактор наличие паразитов определенных это тоже фактор не уж не говоря уже таких как например эхинокок альвеокок где просто фильмы вот эти как раковые опухоли образуются сродни им а вот но это так сказать такой пример вот один из их очень много ну давайте возьмем групп это группы примеров да но вот теперь смотрите добавились новые факторы раньше которых не было по воздействию отрицательного на весь организм в том числе естественно на онкологию вот облучение сотовой связи постоянно головного мозга образуются там опухоли но сначала там какие-то кисты допустим то есть доброкачественные опухоли конечно образуются вообще у каждого второго человека сейчас есть киста головного мозга просто до определенных поры или вообще долгие годы это может не беспокоить но при случайных обследованиях мрт головного мозга когда делают вот обнаруживают причем интересно у левшей там значит вот левой височной областью правшей но в общем с той стороны где телефон человек привычно для себя держит вот это тоже в общем то такой прямой доказательный фактор да теперь вообще электромагнитные вот эти силовые поля они очень серьезно влияют на поля нашего организма и каждая клетка определенные частотными колебаниями характерно то есть вообще что касается системе живой природе все колеблется есть определенные частоты есть резонансы взаимодействия есть разрушающий вот действительно резонанс когда входит идет разрушение но не только в этом процессы биохимические меняются но вот известный случай например я их тоже часто и рассказываю об этом писали показали по телевизору только то что просто когда действительно уж от чудо какое-то отбросили огромное количество факторов и вот признали ученые что действительно вот так ну например в одном из петербурге там ну скажем там учреждений приходит сотрудник очередной на работу через полгода у него грубо говоря онкологии его больницу потом либо умирает либо что но в общем приходит другой у него опять и у третьего и вот уже серьезно изучает вплоть до там вот всего что в голову придет и за стенкой обнаруживают кабель мощный электрические мощные электромагнитные поля там вот вам другой пример что дом раковый подъезд вот умирают от рака и болеют умирают а потом значит в общем от психологии независимо ни от чего и вот люди просто уже боятся что чего это советское времена там восьмидесятые годы и и экстрасенсы вызывали но в общем почувствовали что что-то там как энергию как говорят экстрасенсы черное что-то вытягивает просто из людей а потом обнаружили там мощный огромного диаметра там какой-то коллектор канализационный либо там даже стоки какие-то промышленные на чем проходит прям под этим подъездом ну и вот допустим вам еще такой пример так что влияет это все да влияет кстати не дай бог не пользуетесь микроволновками выкиньте всю эту гадость на помойку это так уж если кто-то еще не знает хотя я надеюсь что вы люди которые все-таки в большей мере чем многие интересующие системой здоровья это знаю что касается вай-фай связи удаляете это обязательно это опаснее раз в 300 примерно в 200 по вот этим частотным характеристикам по воздействию на головному и вообще на весь организм то есть опасность сотовой связи да я сразу скажу а то скажут что аж вот не пользуются сотовой связи или там в лес уйти жить ну почему бы во первых не уйти жить только не так уж прям лес ну а почему бы и нет например ну ладно я естественно к этому не призываю но телефон у меня есть сотовый но вы же разумные люди должны понимать что ну не надо вот так примитивно мыслить и выражаться что значит почему такие крайне а почему нельзя например уменьшить воздействие там десятки или сотни раз но ведь это просто но просто говорите по громкой связи на расстоянии метра от себя держите телефон и вы уменьшите в десятки и сотни раз воздействие а значит в десятки и сотни раз вы уменьшите шанс получить онкологию либо опухоли доброкачественные по этой причине так вот чем больше факторов отрицательных воздействия объективного воздействия мы от себя уберем тем будет лучше да вот тот самый любимый стресс влияет да конечно потому что иммунитет ослабевает но поймите причина вы сейчас поймете она же то есть вот как бы то что является непосредственной причиной одно другое просто иммунитет ослабевает при том когда человек испытывает перманентный либо особенно постоянно давящий стресс это правда но нельзя говорить так что именно это является причиной и знаете все особенно вот ну ладно это может в отдельно взятом случае являться катализатором сильным ускорителем это правда но при первой причины иные но это ладно а некоторые как говорят все причины от головы все болезни это ну это идиотизм извините меня не обижайтесь но это просто идиотизм теперь дальше и такое примитивное мышление до дополнительные факторы это вот та самая ленность человека то самое отсутствие движения гиподинамии как мы раньше говорили это при том что при том что тем более воздействие естественно люди которые не вспомните обломов умер молодым человеком там порядка я не знаю там дожил до 30 или нет но это это тогда еще когда чистая экология отсутствие электромагнитных излучений правда а потому что влияют и другие факторы разумеется лимфатическая система у таких людей не работает практически он они пухлые а почему не выносится яд и токсины в той мере как должны почему лимфа она застойная почему да и тут и печень не справляется с работой безусловно своей и ферментативной и других у нее функций более 500 а дело в том что вот лимфа чтобы работала нужны постоянные мышечные сокращения а какие тут мышечные сокращения вот у этих кадры наверху а вот у кадров внизу ну тут и видно аналогичные люди даже если бы питались даже бы хотя ясно что кто здоровый образ жизни ведет относить они автоматически начинают и к еде относиться по-другому это то есть кто начинает бегать вон и питается уже все таки не так как вот те кто знаете как это вот ассоциации больные современных людей на кино просмотр там вот например там публичный кинематограф кинозала все там сразу кока-кола огромные такие по 10 литров ведра с попкорном и прочая химическая канцерогенная гадость кстати вот канцерогенная пища которая жарится там на масле ну кисло с кислородом воздуха взаимодействие образуется тяжелейшие канцерогены особенно когда жиры то есть вот эти особенно холестерин который окисленный но например тот же подсолнечное сливочное извините масло до этой животные жиры окисленные гидропероксид липидомолекулы тяжелейшие мутагены образуются да и вообще собственно говоря я думаю это уже многие говорить про это и не стоит понятно это причиной могут быть тоже как дополнительным фактором конечно могут а вот внизу физический труд но конечно спорт это конечно такой от безысходности суррогат раньше спортом люди вспомните наших прапрадедушек прапрабабушек там допустим крестьян либо ну мы не будем брать сейчас пока аристократическую среду что там физический труд с утра до вечера был там какой-то спорт нет потому что и это естественно человека живет естественном образ жизни на природе у него ну какой там спорт у него спорт его естественная жизнь нормальная где и польза и куча так сказать и познание жизни тут и философии все прочее он там что называется сахой пашет мужик а аж думает о таких вещах что поговоришь ну как описывали многие так сказать ранее да известный писатель и так далее что жизненная мудрость как будто у великого ученого но хорошо и вот действительно тут уже физический человек здоровее то что не лучше работают выделительные системы яды токсины лучше уходят при равных прочь и естественно добавим свежий воздух прочее прочее там солнце выработка витамина d3 там да там и прочее прочее так далее да ну естественно есть говорят причины это наследственные факторы здесь же сразу вам скажу что их практически на самом деле нет а есть всего лишь образ жизни который копирует сын или дочь от мамы от бабушки потому что бабушка и мама если ведет определенный образ жизни то беструктурно бессознательно она автоматически приучает к такой же жизни и своего ребенка своих детей ну соответственно тоже питание тот же образ жизни и вот пожалуйста как матрица извините меня любого вот например если мы берем там не берем там сложные такие вещи как муковицы доз там опять-таки но это автоиммунные заболевания а мы берем какие-нибудь и опять они не наследственные да мы берем вот скажем вот ожирение ну и что для любого человека посади я вот сейчас говорю просто на сыроедение адекватные только без тортиков сыроедных там из арахиса там или миндаля там где там жирность повыше чем в некоторых так сказать мясных каких-нибудь жирных блюдах а я говорю сейчас о нормальном естественном питании как вот девушка и держит овощи фрукты и так далее в руках что природа создала сама и вы что считаете что кто-то из тысячи людей один хотя бы не похудеет то есть но вернее неправильный термин не постройнеет естественно постройнее ну тогда о чем тут можно говорить по крайней мере среди вот области ожирения что это наследственная глупость чушь собачьи ладно но это я надеюсь вы поняли теперь я даже не буду вам говорить что в америке например в той же любимой есть такие вот частные оздоровительные центры где вот по методу там разного там не только поле брега и прочь а по методу ну скажем когда переходит на строить на соки свежевыжатые там приезжают туда такие дяди тети по 250 и больше килограмм ну так вот все эти дяди тети которые отдавали сотни там и десятки там нисколько тысяч долларов за попытку что и ушивали себе желудок там и прочие прочие и всякие идиотские диеты там которые все равно ни к чему не приводили ну 10 килограмм он снизит мучается от голода там потому что есть ты хочешь ты это же самое это как с алкоголем то есть нет в голове понимание что и алкоголь для нормального человека не не может место быть жизни его для нормального человека это поганому пойлу от которого уничтожают его собственный народ ну так вот так же а он хочет алкоголя и он естественно может зашиться но он будет его хотеть и поэтому он алкоголика был и остался он просто когда-то может сорвется может там будет мучиться ну так вот а также и у людей которые посчитают там куриную ножку нормальной пищей и он ее будет хотеть ему там ее не дают или с картошкой не дают раздельное питание, а по отдельности. И он там, так сказать, да, путем мук своих, потому что он это хочет, но нет понимания, что это не пища человека, и он как бы закрыл на этом вопрос. Просто вот автоматически уже не хочет. Ну, а он хочет. И вот у него эта мука. Ну, он там помучается полгода, на 10 килограмм похудеет, и все. И еще деньги за это платят всяким там теоретикам этим, диетологам. Ну, ладно. А приезжает в этот центр и за месяц, например, там, безболезненно и прекрасно теряет, там, 50 килограмм. У него меняется мышление. Он уже, он такого не видел никогда. Он в шоке, в хорошем понимании. У него радость уже, у него чувство жить, желание. У него там, как новый глоток. Конечно, есть рабы желудка настолько, и контуженные люди на голову, что, так сказать, ну, есть такие, кто говорит, да, мне наплевать, я буду, вон, я хочу там, жрать что угодно и умереть там, и мне на все наплевать. Ну, это тоже позиция тогда, вот, что тут сказать. А вот как раз то, что, да, мы то, что мы едим. Все правильно. А если приучать ребенка, вот, с грудного возраста, вот к этим там, макаронам и так далее, ну, то, что вообще в природе нет, то есть даже и, вот, я не знаю, зерно есть. Если бы пророщенное было бы зерно, это одно дело. А оно убито уже в зародыше, а потом еще перетерто и прожарено вторично. То есть дважды убито высушенный клей. Ну, как в песне пел, полить там, там, посыпать перцем, там, посыпать там макаронами, то есть этими сыром и там прочее-прочее-прочее усилителями вкуса, тогда что-то, так сказать, идет. Просто так, ну, как-то не очень. Но это ладно. Вот ребенок тогда будет смотреть на естественную пищу вот так вот. Бе, мол, что это такое? И вот апофеоз блюдомании, ну, а дальше там уже болезни сыпятся одни за другими. И если разум перевесит вот на этой чаше весов естественное природное питание, что нам дала природа, а мы часть этой природы. И мы есть биологические виды по типу питания. Мы плодоядные. Это как раз высшее звено. Не хищники, потому что они всего лишь, ну, одни из утилизаторов. Они не дают их биологической, экологической, вернее, задачи хищников в природе не дать умереть животному от слабости, от там, ран и так далее, чтобы в больших количествах не было эпидемий. Ну, иначе погибнет большая часть животного мира, и у них это есть такая биологическая задача. Я подробнее рассказываю об этом, о том, почему, например, многие хищники съедают сначала кишечник животного с этими ферментами, с полупереваренными, переваренными отстатками растений, без которых у них пищеварение будет нарушаться, и так далее. Вот, это тоже надо учитывать, кстати, они только мясо не поедают. И их мируфологическое, анатомическое строение, которое коренным образом отличается не только от нас с вами, но и от многих. Давайте не будем сегодня говорить о том, почему, например, есть те же из млекопитающих высшие животные, не будем корову любимую приводить в пример, а то некоторые начнут умничать насчет сложного желудка, другого типа, а кто сказал, что мы травоядные? Ну, а возьмите, кстати, панду или коалу, вот двух видов, которые к медведям, в общем, относятся, но посмотрите, одна ест только один продукт, это бамбук, а другая проростки, в основном это на 90% их питания, а вторая ест что? Эвкалиптовые листья, кстати, условно ядовитые. И вот почему же тогда, несмотря на то, что в этих такой скудной, суперскудной диете, любой диетолог, интересно, диетологи, что на это скажут? А я думаю, ведь они же не будут говорить, что это не так, хотя очень хотели бы сказать. Они вам скажут, что ну то коала, то есть в качестве доказательств, что они все-таки правы, мол, насчет человека, а это человек. То есть вот такое, знаете, как вот прям научное, строгое такое объяснение, доказательство, приведут такие неопровержимые факты, но просто сразу, так сказать, хочется сказать, да, вы правы, мол, это то человек, а то животное. Ну, что-нибудь такое умное, научное. Так вот, на самом же деле, мы не ущербные какие-то мрази, а более высоко организованные существующим, коала и так далее. И вообще-то, начиная с насекомых, заканчивая человеком, мы все симбиотические, да и не только насекомые, мы там и другими типами животных, да, более примитивных, мы все симбиотические существа, и у нас есть определенные группы бактерий, которые могут, так же, как у, просто там это более 6 степеней, да, там приспособлено и поколениями отлажено, что просто из грубой растительной клетчатки, то, что можно усвоиться, усвоиться, а все остальное, эти группы симбиотических бактерий, расщепляя живую только, я подчеркиваю, растительную клетчатку, синтезируют и отдают в организм хозяина, носителя их, и аминокислоты все, включая незаменимые, и витамины, включая любимые B12, и так далее. Именно B12 синтезирует, а тут я тут одного умника посмотрел, такого, ой, на днях, достаточно известного в сети этого, и когда он про B12, что это, мол, глупость, что это бактерии вырабатывают, я просто, вот, ну, дебил человек или нет, вот, ну, ладно, нет, обычный человек, так нельзя оскорблять, ну, как он может знать, откуда он, не думал никогда, ну, слушайте, который человек все пролопатил, чтобы специально там сыроедом или веганом там, так сказать, сказать, что они идиоты, вот этот человек все много чего изучал, ну, как может быть человек не идиотом, если он вообще что, не понимает, что сотни тысяч живых существ на нашей планете, да, ну, не могли бы из пищи усвоить то, что нету в пище, а если этого в пище нет, того же B12 в растительной, то каким образом они в своем теле, в своих мышечных тканях, то есть в мясе любимом, это мышечная ткань животных, накопили и в своих органах, в любимой печени, той же, которую советуют есть там врачи, мол, из той области, что съешь печень своего врага, там будешь, я не знаю, что там, лучше бегать там или еще, что как бытовало среди определенных народов, так и поверь, глаз своего врага будешь лучше и дальше видеть, вот, сродни этому и современная диетология, на самом деле, потому что они идут от примитива такого, что, мол, если есть в пище это вещество какое-то, которое нужно нашему организму, значит, нужно съесть эту пищу, да, то есть, а то, что мы, получается, что мы дегенераты, что ли, совсем, которые надо в пробирку посадить и веществами пить, как только определенными, да, мы такие дегенераты, ну, это, значит, вот поблагодарите, кем вас и себя заодно считают вот такие диетологи и всякие там, псевдоученые там. Ладно, теперь давайте вот, что о чем поговорим. Да, ну, так вот, все-таки, что можно сказать? Так почему же эти животные все, которые растительную пищу потребляют, и не только травоядные, а там, кого угодно возьмите, ну, почему они получают все, что нужно, и в тканях строятся у них, и присутствуют, в том числе, и В12, и все незаменимые аминокислоты, ну, например, в той пище, что они едят, нету этих компонентов. Ну, наверное, значит, синтез какой-то идет, да? А что еще? Безусловно, идет, и он известен давно, как он идет. А теперь, что, стоит сказать, ну, то есть животное, а то человек, ну, это такой же идиотизм, как сказать, что все болезни только от ума. Вот, то есть, выпей ртуть, и, так сказать, вот все болезни от ума, но можно ее ртуть и выпить, болезней не будет, нет, никакой. То есть, понимаете, да? Понимаете. Вот, теперь идем дальше с вами. И вот, действительно, посмотрите, задумайтесь, вот, человек не должен быть деформированным. Давайте так, я, большого, хорошего человека, еще идиотическую чушь, говорят люди, ну, чтобы оправдать, просто понимают, что вроде так, от того, что они едят, так понимают, как, извините, Майя Плесецкая говорила, что жрать надо меньше, да? Ну, так я, грубо говоря, не буду выражаться, поэтому процитировал, как бы, за нее, то есть, сказал ее словами за себя. И вот, значит, действительно, вот человек, он создан по образу подобию, человек должен быть, как по матрице, в соотношении определенной костной ткани, мышечной и жировой, а если, извините меня, происходит деформация за определенную схему, ну, так сказать, образ, то, говорят, большого человека должно быть, как много, да? А, значит, ну, вот, собственно говоря, что человек в 20 лет, на самом деле, должен, вот сколько весит, когда он сформировался, юноша, девушка, вот все, взрослый человек перестал расти, вот он и должен, так, примерно весить, до самой своей здоровой, желательно, условно, здоровой смерти. Тут же академик Углов, вот он всегда говорил, и он прав, естественно, что вот он говорит, я что, в 16 лет вот костюм вот он там мог одеть одного размера, что и в 100 лет, да? Ну, естественно, так и должно, а если человек деформируется, он говорит, поправился, нет, он деформировался, то есть форму изменил, был человеком, стал шариком, это что, нормально, что он жир в себе накопил? Ну, там не только жир, на самом деле, но в частности. Конечно, это ненормально, а от чего это? Ну, естественно, вот от этой тарелки, которая на руках, то есть, то, что пищей не является, потому что этого нет в природе, гамбургеры не растут, так сказать, куски мяса не прыгают, жареного тем более, а зубков у нас соответствующих и когаточков нету, чтобы добычу поймать. Эволюционно, даже если мы говорим о эволюции, там, о какой-то неприспособлении у нас естественных на теле и никаких нет, как внешних, так и внутренних, так и биохимия не приспособлена, как и внешних, лыков у нас нет, которые выступают там в пять раз, например, дальше других, например, жевательных зубов нету? Нету. Ну, и челюсть почему-то у нас нижняя не только вверх-вниз ходит, а еще влево-вправо, а у хищников только вверх-вниз, иначе бы они сухожилия свои сорвали связки бы, как дорвали бы куски сырой, естественно, живой плоти. А у нас культурненько, с ножичкой, с вилочкой. Ну, понятно. Ладно. Ну, в общем, это как бы мы говорим про печень вроде бы, на самом деле, а почему про печень вообще особая тема? Дело в том, что все, что всасывается в тонком кишечнике, питательные вещества, они идут 80% напрямки через кровь в печень. Главную лабораторию нашу. Ну, и тут, конечно, первый удар принимает на себя печень. Вот. Потом уже там почки, а в общем-то, печень – это номер один. А это очень серьёзный орган, и от здоровья которого здоровье человека в целом зависит. Поэтому первым делом надо вообще-то восстанавливать, если есть время на это. Ну, вот, если, конечно, есть хоть какое-то время выиграть, ну, смотря какая болезнь, в какой стадии, то первым делом нужно очищать, восстанавливать работоспособность, жизнь клеток печени. Вот. Потом, ну, и автоматически, это, как правило, и с кишечником работа, с пищеварительной системой, ну, и дальше уже, так сказать, точечно, ведь то, что есть глубже. Вот смотрите, болезни печени, да? Опять мы видим, понятно, деформированный человек ест, ну, то, что вообще, значит, природа ему просто не положена. Ну, ладно, там плюс тортики, плюс там ещё что-то интересное, и вот у нас, так сказать, постепенно перерождение идёт. Сначала там, ну, а если ещё и гепатит, то как сказать. Ну, ладно, даже жировой гепатоз, дальше цирроз, дальше рак. Теперь вот, так сказать, как выглядит рак толстой кишки, а может начинаться с полипов всё, потом это перерождение идёт клеток. Ну, и вот, вы видите, полипоз символидной прямой кишки, да? Вот, кстати, давайте вот посмотрим, тут написано так, причины рака печени, которые, вот, кстати, посмотрите, как их много, да? Ну, тут основные не сказаны, а основные, но, кстати, очень интересные, обратите внимание, вот, астергил, афлатоксин. И сразу вспоминаем исследование того же профессора Кэмпбелла и его коллег, когда на Филиппины они поехали изучать именно высокую смертность от рака печени у детского населения, у взрослого населения, вызванные тем, что они очень много исторически и вообще потребляют в пищу, ну, именно вот, земляной орех, арахис. А почему проблема в этом? А дело в том, что если чуть неправильно хранить его и влажность будет повышенная, размножается грибок, тем более, вот, если астергиллезом поражается, астергиллез, чёрный гриб такой, да, плесневый, то он вырабатывает яд. Канцероген тяжелейший, афлотоксин. Вот давайте ещё раз вернёмся к человеку, который, к людям, которые говорят, а всё только от ума. Ну, давайте, потребляйте афлотоксин и тогда посмотрим, будет рак печени или нет. Он будет. Но есть нюанс. Есть нюанс. Если не будут действовать иные, другие, дополнительные факторы, то, возможно, и не будет. И вот таким образом профессор Кэмпбелл понял следующее. А был он сам заядлым мясоедом, вырос на мясной ферме. Я объясню, к чему я сейчас всё говорю. Его отец руководил фермой, там, умер рано, разумеется, от второго инсульта, там, тётя от рака, там, ну, всё как надо. Так вот, и вот он сам смеялся над вегетарианцами, над, там, сыроедами, а сейчас он, разумеется, веган, потому что он, именно этот человек, и неважно, врач, он там, профессор, академик, и выдающимся учёным, но дело-то в другом. Он просто был человеком здравомыслящим, и всё-таки свою зацикленность смог побороть, посмотреть правде в глаза, в отличие от многих других тех, кто зацикливается и за свой любимый кусочек куриной ножки будет горло другим грызть. и всякие глупости несусветные говорить, приводя в качестве доказательств просто констатацию тех заблуждений, которые в учебниках биохимии и так далее в своё время, так сказать, определённые учёные сделали. Ну вот. В том числе формирует теорию вот так называемого сбалансированного питания. И, кстати, теория калорийности. Всё любят вот эти умники некоторые про калорийность, там как основную причину проблем, там тем более ожирения. Теория в корень неверна. Я не буду про это вообще говорить, потому что это кто хочет, найдёте в интернете и поймёте, почему неверна теория калорийности, как её считали, что это неприменимо абсолютно, когда мы сжигали в печке и считали, сколько энергии выделили, что это неприменимо в живых, сложных биологических системах и так далее. Ну, в общем, ну, может быть, когда-нибудь я об этом тоже там специально расскажу, да, но точно не сейчас. И вот профессор Кэмпбелл поехал. Увидели они интересную картину. Они ожидали, как это и описано у многих авторов, и вообще считается, что вот у бедных, в бедных семьях, потому что хуже питание, скуднее, у них, разумеется, как считают, так сказать, вот ослаблен организм, потому что белка животного недостаточно и, значит, иммунитет слабый, как считали, как считают и сейчас некоторые умники, многие, значит, вот они более подвержены. И вы знаете, с чем первым столкнулся Кэмпбелл, с тем, что рака практически не было в семьях бедных детей, вот в семьях, родителей, а в семьях богатых в основном там и был. И вот когда, в общем, забегая, не буду говорить вот это все, да, просмотрите, прочтете, в общем, сделаны были эксперименты, когда травили крыс одну группу ядом, афлотоксином и при этом потребление в пище, кормить же их надо, было 20% белка от общего 100% количества в день съедаемой пищи, то есть идеальные прямо вот, а крысы, извините меня, как мы считаем, выживут даже при атомных бомбардировках, то есть это не то, что человек, иммунитет крепче, правда? Ну вот и отлично, будем так считать. Значит, соответственно, это идеальное питание и яд афлотоксин, но поскольку все мы знаем, что он вызывает рак печени, вся эта контрольная группа 100% умерла от рака печени, а вторая контрольная группа, там тоже травили ядом афлотоксином, но давали из общего объема съеденного 100% пищи в день 5% белков, и смертность там была 0%, и вот тогда серьезно засомневались проведенных экспериментов перепровели эти эксперименты, получили те же данные, потом подтвердили это китайские ученые своими исследованиями на сотни тысяч людей, потом сравнили тип питания в сельской местности, исторический аспект провели, потом люди, которые переехали из села 3 поколения, 2 назад поколения, сейчас, и в общем проводили все возможные перекрестные варианты исследований, это длилось более 40 лет, и не только там, и в Европе, и в Америке, и даже среди медсестер, персонала, 40 тысяч, по-моему, если я не ошибаюсь, разных клиник, что там просто особо интересная группа медиков, ну, в общем, короче говоря, он просто понял, и все ученые, кто с ним работали, разумные поняли, и смогли даже доказать, потому что уже не хватило аргументов апеллировать, что, безусловно, главной причиной в развитии онкологии, в том числе, и не только, и автоиммунных заболеваний, и других заболеваний, является неадекватное питание, и является этот страшный животный, высокомолекулярный белок, который как раз не может в полной мере усвоиться, а главное, перевариться до аминокислот в организме, и дальше, буквально вкратце скажу, что происходит, чтобы вы понимали, а дальше происходит вот что, не хватит никогда ни кислоты желудочного сока, ни фермента пепсина, желудка, чтобы высокомолекулярные, сложные белки, которым мы, ни морфологические, ни анатомические, безусловно, не приспособлены перевариться до аминокислот, и вот этот ком пищи условно, где, конечно, какая-то часть, безусловно, донатурированная, переварена, но проходит, тем не менее, в 12-перстную кишку, кстати, где среда уже щелочная, и там уже невозможно, даже по этой причине, чтобы белки сложные высокомолекулярные, которых там процентов до 40 и больше проходит, уже переваривались дальше. Несмотря на это, да, поджелудочная железа вырабатывает один из своих ферментов трепсин, который называется, призван тоже расщеплять, но уже более простые белковые молекулы, там полипептидные цепочки до аминокислот, до составляющих белковых молекул, до простых вот этих составных частей аминокислот, но, поскольку цельные белки проходят, это невозможно, тем более среда щелочная, и тут вступают на помощь, как бы, патогенные микрофлоры, которые, естественно, образовались группы бактерий, и не только бактерий, сотен видов, которые являются, естественно, редукцентами, разложителями, от слова редукция, разложение, в экологии есть такое понятие, и они, с одной стороны, патогенные, потому что абсолютно чужерожды нам, но они у нас живут, потому что мы едим ту пищу, которую они любят, на которой живут, и вот тогда происходит следующее, что они частично ее переваривают, в том числе, но они питаются этими дентурированной пищей, кстати, термообработанной, мертвой пищей, иначе бы человек умер бы просто сразу, как человек умирает, это переливание крови, условно, когда резус-фактор, например, потому что идет сразу белок чужеродный, вы представьте, товарищи дорогие, что даже от человека к человеку, если вот этот тип белка, резус-фактор, есть или нет, специфический белок, он у другого организма воспринимается как инородное включение, как антиген, который надо уничтожить, иммунная система вырабатывает сразу антитела, это всякие клетки, макрофаки, текилеры, талимфоциты, и так далее, которые должны уничтожить, и они миллионами, миллиардами идут, уничтожают, погибают, и просто человек от заражения крови либо от интоксикации погибает. Вот. Чтобы этого не было, да, есть вот эти бактерии, которые, с одной стороны, не дают нам сразу умереть, хотя дают умереть медленно, потому что они выделяют конечные продукты своей жизнедеятельности, яды, токсины, которые, конечно, частично выводятся из организма, но в силу определенных факторов, которые мы перечисляли, и иных, не все выводятся, а некоторые накапливаются, и травят постепенно, а некоторые просто в более концентрированном виде, даже в виде коацервата в клетке, там, в межклеточном пространстве, там, и, например, так сказать, в любых полостях организма накапливаются, могут накапливаться, не выводиться долго, кстати, и действуют эти вещества, приводят к мутациям клеток, которые перерождаются, меняют свои свойства, программу и так далее, и клетки-то, главное, лишаются иммунной защиты, не хватает у организма силы, у иммунной системы справиться с постоянным, каждодневным, 3-4 раза в день вот этим атакой нашего организма, и, естественно, если попадает инфекция, она всегда попадает, вирусы, грибки, бактерии, они начинают активно размножаться в этих областях, зонах самых незащищенных, это периферии где-нибудь, это определенные внутренние органы, которые уже выходят из строя потихонечку, та же печень, вот как это все происходит, ну дальше мы подробно теперь поговорим, это мы как бы говорим сейчас по предпервопричинную ситуацию, то есть, чтобы вы понимали, что самая главная первопричина, основная, одна из основных, это токсическое воздействие, которое возникает в результате вот этой реакции антигена-антитела, она всегда возникает на попадание в организм чужеродных высокомолекулярных белков, дело в том, что любой конечный белок сложный, который призван построить сложное высокоорганизованное тело, например, животному, млекопитающего, оно является конечной стадией структуры и характерной особенностью для конкретного данного организма, данный белок, группа белков, ткань. Когда по невежеству своему и по, значит, я не буду грубее говорить, человек ест трупы животных, в общем, термообработанные, но это вообще там до натурации идёт полное и необратимое, и это уже аморфное образование, мясом называть нельзя, а мясо, оно было, пока оно кровавое, сочилась кровь, там, когда ткань, то есть мышечную ткань отрезали от убитого животного, ну и, соответственно, потом уже, когда прошла термообработка, какое-то уже не мясо, а там, безжизненные белковые тела в виде аморфных таких вот образований. Ну и, тем не менее, любой белок, попадая в организм человека, например, вирус, бактерия, грибок, ведь природа не понимает названий, которые человек придумал, она ощущает свой чужой под другим маркёром. В данном случае речь идёт про высокомолекулярные чужеродные белки. А ведь у нас белки, которые не чужеродные, они свои. А что значит свои? А очень просто. Каждая клетка нашего организма, в ней есть оболочка, есть цитоплазма, ядро, есть органеллы, которые выполняют ту или иную функцию. Есть такая органелла, рибосома, в которой происходит сборка белка, биосинтез белка. В школе учили, кто плохо, посмотрите учебники, даже не институтские, а школьные. Просто, что это значит, люди не поняли, проучившись. А значит, это очень простую вещь, что любой белок, из которого строятся наши ткани, органы, нашего организма, он синтезируется. Вы поняли? Он синтезируется. Из чего? Посмотрите внимательно, что подходит к цепочке сборки конвейера. Аминокислоты, отдельные кирпичики белковых молекул. Так возникает вопрос, а нам нужны белки? Нет. Аминокислоты нам нужны для построения своих собственных белков, потому что они синтезируются, строятся белки в каждой клетке организма. Нам нужны, значит, для этих процессов аминокислоты. Тогда возникает вопрос, а зачем же вообще есть белки? Но в растениях белки простые в связи с углеводами, жирами, там, липопротеиды, глипопротеиды. Очень простые, они разбираются, уже пройдя желудочно-кишечный тракт до 12-перстной кишки, на 100% разобравшись практически на 100% до аминокислот отдельных кирпичиков. Вот аминокислоты, как простые составляющие, всасываясь в кишечник, в кровь, не дают реакции антигена-антитела, не дают образования гнойных токсинов трупного яда, например, кадаверина, путрисцинов, которые образуются всегда при реакции антигена-антитела, когда наши клетки защитно-иммунные атакуют любые чужеродные белки, и неважно, это белок куриной ножки съеденный, биштекса, или это вирус, папиломовирус, или какой-нибудь еще, или бактерия, которая попала, на которую сразу идет реакция, иммунные клетки уничтожают. Именно реакция идет на высокомолекулярные чужеродные белки. Понятно. Так вот, а родные белки синтезируются, и для этого нужны аминокислоты. Поэтому мы спокойно их можем, если, конечно, нет страшных проблем со здоровьем, когда мы уже просто, наш организм не может выполнить естественную биологическую нормальную задачу, и тогда, да, у некоторых людей может быть там год нормальный, как вот говорят некоторые противники, так сказать, а все отлично, а потом хуже станут, хуже, так не потому, что естественное адекватное питание неправо, или что мы против природы, что ли, пойдем, но они идут, но почему правы бывают и те, которые, в принципе, неправы, потому что они всего лишь констатируют факт, просто они факт трактуют в свою пользу, но против законов природы, как вы теперь, можно, все-таки поняли. Ну, кто не понял, я потом еще объясню на каких-то примерах. Так вот, и мы пытаемся всегда уцепиться за какую-то такую, типа, как нам кажется, спасительную соломинку, или просто за привычный образ жизни, и чтобы только ничего не изменить, готовые под себя подмять, как вот Макаревич пел там, пусть лучше мир прогнется под нас. Вот они пытаются мир прогнуть под нас, но это разрушительная, деструктивная позиция и принципы, и тем более такое, такие позиции, когда отбрасывают факты одни и пытаются за иные выдать, которые они ни к чему к фактам отношения не имеют, объясняются очень легко и просто, но, тем не менее, не хотят этих объяснений, такие товарищи, это ни ученых, ни врачей, просто недостойно такое отношение. Так, теперь давайте дальше идем с вами. Ну так вот, мы посмотрели и поняли, что всему на самом деле первопричины, потому как они самые действенные на нас, мы можем на рентгене один раз облучиться, это плохо, но иммунитет пока крепкий, выдержит организм, потом, так сказать, справится, но если он ослаблен, это же другой вопрос. А каждый день мы 2-3-4 раза, 5 едим, кто-то больше в день, и что едим? Вареную, жареную пищу, где структура уже разрушена, где минералы уже в неорганической форме, они не могут усвоиться, потому что при определенной термообработке выше 605, они меняют свою структуру. Структуру меняют и белки, уже аминокислоты, не лево вращающиеся, как в живых структурах, право вращаясь, закрученные замеры, а к тому же они денатурированы, и есть понятие полной необратимой денатурации, когда утеря природных способностей живой клетки к делению, размножению к жизни вообще полностью произошло. Необратимое это в биологии такое понятие, и ДНК плавится, жизнь уже невозможна, а законы природы в данном случае гласят так, только живая клетка может в полной мере живую, вот свою полную энергию и структурные элементы передать другой живой клетке. Так в природе есть, так устроены в принципе и протекают законы природы. Мы что, такие умные, что идём против? Ну, вот поэтому и миллиарды людей больные, именно поэтому больные. А кто хорохорится, умничает, и вроде здоров пока, ну что делать? Ну вот, потом-то всё равно умирают, сколько таких врачей, которые даже раньше своих пациентов умирают от тех же болезней, от которых они сами пытаются лечить пациентов. Что значит? Врачи понимают причину? Нет. Ну а теперь давайте как раз и перейдём к врачам и дальше, вот на чём мы до моего вот этого отступления как бы остановились, закончили. Ну, пусть я пока вот на этой картинке слайд вот этот остановлю и слушайте теперь очень внимательно дальше. А теперь давайте посмотрим особенности онкоклетки. Какие у неё есть характерные особенности? Помните, что я говорил про то, что не могут понять онкологи? А теперь внимание, и дальше. Какие особенности онкоклетки? Во-первых, её автономность, долговечность, вечное деление. А как известно, делятся, могут вечно жить и делиться только клетки либо стволовые с симметричным типом деления, так сказать, да, вот эти протоклетки особой группы, либо раковые клетки, да. Автономность, вне зависимости от соседних, лишь бы питание было. Теперь, какие ещё? Поражение соседних клеток тканей, они как бы прорастают в соседней клетке, замещают их. Потом, метастазирование, это отделение, значит, соответственно, опухолевых перерождённых клеток, попадание их кровь в лимфу и встраивание в любые, в любые типы тканей, костной ткани, мышечной, куда, там, и так далее, где условия будут подходящие с образованием уже метастазированных специфических типичных узлов. а дальше уже, так сказать, понятно, и опухоли, если человек до этого доживёт. Теперь, анаплазия, так называемое, это изменение до такого примитивного уровня организации, то есть, когда клетка, которую выполняла ещё в группе с другими клетками свою слаженную, так сказать, задачу, то она перестаёт выполнять свои функции когда-то и начинает только питаться и делиться, то есть, вот эти особенности. Так теперь, так что же это такое, что происходит с клетками здоровыми, почему они себя начинают так вести, да? Так вот, мы говорили уже о таких причинах рака, как химическое воздействие, так сказать, разные канцерогены, яды и прочее, понятно там, и всё остальное, но тем не менее, да, вот тут мы как раз с вами хотим того или не хотим перейдём к такой науке, которая называется микология. Это вообще наука о грибах. Наука о грибах, я сейчас вам, ну, давайте попозже, давайте я сейчас вам вот что сделаю, кстати, ещё давайте вкратце, чтобы уже не возвращаться к этим страшным кадрам, да и вообще неприятным просто. Вот, первая стадия, не буду в специальные кадры показывать, вторых, третьих, там и так далее, стадий рака кожи, ну, вот это различные здесь, такие идут преобразования. Кстати, обратите внимание схожесть вот того, что вы сейчас видите на кадрах, вот с этим. В чашке Петри, плесневые грибы, значит, их мицелии, вот, собственно, вот, допустим, пожалуйста, грибковое поражение листьев, в данном случае кленовых, да, сейчас поражаются и меняется климат уже, например, дубы, которые не поражались мучнистой росой, тоже грибковые заболевания, которые были устойчивы, а теперь повально. Ну, вот я вам так покажу вот этот кадр, а вам я сейчас расскажу. Итак, микология, вообще-то наука о грибах, но в основном о низших грибах она изучает. Ее направление, которое занимается изучением лечебных, я подчеркиваю, свойств высших грибов, называется фунготерапия. Это очень серьезная вещь. Вообще фунготерапия, древняя наука, очень древняя, ей тысячи лет, и наши предки многое знали, что сейчас уже их благодарные в кавычках потомки мы с вами потеряли. В Японии очень много было сохранено знаний, например, книг по фунготерапии, которым уже 700 лет, 800 и так далее. Я уж не говорю, а про трактат, а про, так сказать, написанные еще на манускриптах, на разных пергаментах в разных странах мира начиная там от Армении в древних их сокровищнице, где лежат манускрипты, которым много столетий и так далее, где черным по белому написано, кстати, пожалуйста, возьмем Авицено, возьмем там каких-нибудь известных докторов, так сказать, древности, там, да даже и Парацельс. Ну, то есть, все, кого не возьмем, они очень много в те времена знали. И действительно, те эффективные методики лечения, которые были, в них одна из главных ролей заключалась именно в препаратах грибных. Вообще, наши предки, и правильно тут говорят те еще люди, которые знают, ну, скажем, хорошо, и лидические знания, древние знания наши, славянские в том числе, что наши предки использовали грибы как лекарства, и как антибиотики, и как цитостатики, и так, только безвредные. Но об этом чуть позже. Давайте по порядку. Это важно очень понять. Я вам сейчас это, так сказать, легко покажу, докажу, объясню, так сказать, и вы поймете. И дальше будет ясно, что делать тогда. Так вот, низшие грибы, низшие, они называются микромицеты, микромаленькие, да, они вырабатывают более 20 видов ферментов, которые могут как бы проедать мембрану клеток, наших в том числе, человеческих клеток, вот, это имейте в виду. Да, а вот высшие грибы, ну, которые мы представляем с вами, то есть, плодовые тела, вот, значит, мицели высших грибов, там, лисички, белые грибы, да, это базиомицеты называются. Так вот, так вот, эти базиомицеты, на самом деле, высшие грибы многие, вырабатывают к этим ферментам антигены, к ферментам низших грибов. Вот ведь интересно. Дальше. А дальше реакция антигена антитела, что я говорил уже, с победой, как правило, всегда, вот, высших, над низшими. Ну, ладно, чуть подробнее я рассказываю, слушайте только внимательно. Так вот, давайте так, вот эти низшие грибы, к ним что относятся? Ну, во-первых, там, плесневые грибы, дрожжевые, да, всевозможные, вот, кандида, та же, вы знаете, вот этот кандидоз системный, у людей, у меня, кстати, отдельно есть лекция по грибковым инфекциям, кстати, все, что проявляется на коже, там, человека аллергии, там, особенно, это псориазные, эродермиты, там, детский дерматит, это все, это все однозначно говорит о том, что поражен организм, ослабленный грибковыми инфекциями, и их токсины, которые не могут в полной мере выйти, там, через выделительные системы, последняя попытка организма вывести через кожу, там идет такое проявление, причем в областях лимфатических крупных узлов, то есть локтевые суставы, коленные и прочие щеки, как раз там, где лимфатические узлы. Теперь дальше, вот везде, в воздухе, в воде, в пище, есть споры плесневых и прочих грибов, безусловно. Значит, стресс, любые антибиотики, и все факторы, которые мы приводили выше, ослабляют иммунитет, и поэтому мы видим, любую болезнь проявляется, она активнее тогда, когда идет воздействие на него, на ослабление, разными факторами воздействия. Теперь, эти грибы микромициды очень быстро и легко приспосабливаются к любым меняющимся условиям среды. Они не выносят никакой агрессии к себе, быстро вырабатывают защиту, мутируют с высокой скоростью. С высокой скоростью. Вспоминайте те же антибиотики, которые раньше определяли, или вещества, которые действовали, а потом там грибы есть начинали, эти токсичные препараты, которые были направлены, например, против них. Скорость мутаций очень высока, и адаптационные способности очень высокие. А на что-то это напрашивается, какая-то параллель. Помните, я про онкологию, голособенности, автономность, мистестазирование, не выдержать, не держат против себя ударов каких-то, начинают сразу агрессивно себя вести, и, как говорится, лучшая защита от нападения. Ну, давайте дальше. Так вот, они не уносят никакой агрессии, мутируют с высокой скоростью. Тело гриба, вообще мицелий, за исключением одноклеточных видов грибов, это грибница, она состоит из гифов, таких нитей переплетений, через которые грибы питаются. Высшие грибы, они образуют симбиозы с растениями, обязательно. Все вот эти подосиновики, подберезовики, и не только они, все вообще практически высшие грибы, безусловно. Так вот, грибницы могут размножаться не только половым путем, посредством спор, но они могут еще и вегетативно, делением. Так вот, а теперь внимание, как ведут себя грибницы. В субстрате, вот некоторые люди берут, например, зараженные на палочках, определенных осиновых, ольховых, и в полено определенные вставляют, условия создают, и грибница туда заносится. Она была кусочком отделена, точно так же, как раковые клетки, которые могут разнестись, найдя благоприятные условия, как вот находят эти грибы, если они находятся. А если они не нашли благоприятные условия, то они могут при, если их, конечно, там не, так сказать, сжечь, там или еще что-то не уничтожить, то они будут очень долгое время в таком полуанабиозе, ну, правильно, это в латентной форме такой существования, ждут благоприятной среды. Так вот, низшие грибы в основном это паразиты по типу питания, сапрофиты. Так вот, тогда мицелии у таких грибов, паразитов находятся внутри хозяина, внутри растения, внутри животных, тех же насекомых, о которых мы говорили, например, да, запомните все эти признаки и способности запомнить низших грибов к подбору ферментов для растворения клеточных оболочек и туда проникновения, да, приспособляемость, защита от внешних угроз, способность размножаться в организме человека, они могут и вегетативно, так же, как вот мы говорили, делятся и раковые клетки. Так вот, малыми частями свои грибницы могут размножаться, могут ждать условий среды и, кстати, окукливаться в такие некие хламидоспоры, которые как раз и вызывали ошибочные мнения о трихомонадах и прочих, то есть, такие очень похожие, как бы, то есть, разные виды, такие нехарактерные, казалось бы, для грибов формы существования, это всего лишь попытка защитить себя при разных воздействиях. Так вот, эти хламидоспоры десятками лет могут жить, а потом могут быстро смутировать, вот как у, кто-то писал, за 9 месяцев рак и все, быстро, при определенных условиях среды, когда эти условия благоприятны для этих грибов. Так вот, а, кстати, вы знаете такое, что, например, вот по высшим грибам ведь то же самое, по сути, например, стоит сорвать плодовые тела, то есть, собрать грибы, например, и особенно повредить грибницу, например, скопнуть, вот как с навозниками это бывает, грибы их прям перекапывают, грибница очень сильно повреждается, а через 2-3 дня там прям все в этих грибах, ну, тех же навозник, а потому что это попытка, значит, сигнал, что уничтожают, и в ответ на эту агрессию идет такая реакция спонтанного, ускоренного образования половых, скажем, клеток, половых, вернее, органов, вот этих вот в виде грибов, которые призваны, так сказать, в огромных количествах споры выбросить и, ну, поскольку вегетативно уничтожают грибницу, режут, попытка выбросить большое количество половых, так сказать, органов для размножения. Теперь, ну, хорошо, теперь смотрите внимательно дальше. Вот раковая клетка, понимаете, она в нашем организме как бы и своя, и чужая. Вот, а вообще, это тоже, да, я особо попрошу заметить, но еще вспомним про такую вещь, как то, наверное, многие замечали, да, но знают, что стоит применить антибиотик, особенно комплексный, особенно сильный, особенно долгое время, как активизируется кандида, да, сразу идут высыпания, проявления у женщин свои, там, языки у всех белые, так сказать, и прочее, так вот, сразу чешется, сразу, так сказать, зудит, так вот, на них влияют антибиотики, канцерогены, там, кстати, синтетические витамины, они, как бы, заставляют, ну, это какое-то, знаете, косвенное, но, воздействие, и тогда кандиды себя, как бы, пытаются, вот, колонией защитить, так вот, но на первых парах антибиотики есть, которые могут, там, две трети колонии кандиды прибить, и вот назначают препараты, сильно действующие, ага, сначала действует, все нормально, а потом что, а потом вновь вспыхивает, да еще как, и уже эти препараты, кстати, могут так и не действовать, потому что у этих кандид, а это грибы, есть, уже вырабатывались приспособления, и эти препараты химические уже не проходят через мембрану, потому что там выработали специфические соединения защитные, которые не позволяют пройти этим уже антибиотикам, они знают, их уже чувствуют, и это не получается, так вот, первый успех, волна, первые атаки, это известно и онкологам, когда при химиотерапии, например, там первое облучение или химиотерапия идет очень эффективно, и до одной трети, иногда двух третей, и опухоль уменьшится может, и говорят, вот тенденция, то есть вот положительно, вот так сказать, все, значит успех, правые онкологи, все нормально, а дальше что происходит? а дальше, если только, не совпали определенные факторы, совершенно, кстати, зачастую, не связанные с лечениями онкологов, даже зачастую, напротив, с иными факторами, против этих факторов, тем не менее, вопреки, иногда есть исключения, но, наверное, вы знаете, миллионы обратных, естественных примеров, потому что убивается иммунитет, а главная задача его поднять, поэтому применяются препараты, цитостатики, то есть, которые разрушают клетку, цитоостанавливают статики, статическое движение, то есть остановка цито клетки, которые останавливают деление клетки, ну так что же вы думаете, они избирательно так работают, только на раковой клетке действуют? Конечно, нет, они действуют на все клетки организма, на многие группы, по крайней мере, иммунитет, он просто выключается, вот, кстати, давайте я приведу вам пример, детского лейкоза, например, ну, который, или просто лейкоза, неважно, когда видят, вот, температура подскочила, не останавливается ничем, а тут делают анализы, смотрят лейкоцитов там в разы, ну, в общем, короче говоря, ясно, ставят диагноз, и что делают? Все, пошло, понеслось, химиотерапия, облучение, и вроде, да, все нормально, температура спала, количество нормализовалось, по крайней мере, кровью более-менее, там, и лейкоциты в норме, и все, ну, более-менее, не в тех дозах, что было, и, казалось бы, вроде все в порядке, правда, потом, ну, понимают многие люди, знают, и вы, наверное, что, в общем-то, излечиваться от этому, в общем-то, никому не удавалось, то есть, проявления будут обязательно, только в другом, чуть позже, а зачастую иногда, и, значит, через несколько дней уже, или месяц, ну, так, кстати, и что происходит? А причина-то вот в чем. Почему начинают печатать бесконтрольные лейкоциты, и процесс не может остановиться? Потому что уже очаг, скажем, накопление уже в трубчатых костях, где вот этот, как раз, костный мозг, где идет выработка, синтез лейкоцитов, белых кровяных телец, вот этих, там происходит, как короткое замыкание, то есть, когда очаги уже там, на которой как раз есть реакция, вот эта та самая, выработки, то есть, антиген-антитела, и, значит, если это когда-то происходит, по какой-то причине, то цепная реакция, уже короткое замыкание происходит, все, неуправляемый процесс, а облучение химии просто бьют, убивают, выключают этот процесс, и да, визуально все, но иммунитет-то убит, что будет дальше? Дальше, это очень серьезно, там уже нужно поддерживать, там, органы, предохраняющие, так сказать, которые подубиты, надо, другими веществами, от них третьими, которые помочные действия оказывают, и идет вот этот порочный круг, плюс идеальные условия среды, что называется, не дай бог там заболеет чем, а заболеет все равно, рано или поздно, ну, в общем, понятно. Так вот, а теперь смотрите, значит, разумеется, если вот восстановить иммунитет все-таки удается после, то тогда да, но не всегда это происходит, хотя есть такие, конечно, методы, так сказать, есть всегда на чаше весов, есть то, что скапливается, как бы дает нам плюс и минус, наши действия, ведь все в природе, в мире имеет причинно-следственные связи, любое наше действие, правильное, неправильное, так вот, но давайте посмотрим дальше, вот то же самое с онкоклетками, мы сейчас говорили про кандиду, вот идет против нее удар, она сначала колонии уменьшается, а потом начинает опять размножаться, с ускоренным темпом, то же самое с полипами, которые стоит, ну, это доброкачество, тем не менее, стоит удалить полип, сразу возникает два-три, почему и как, и в чем природа, в грибковой природе дело, потому что это один в один, мы идем с вами дальше, да, вот, еще раз, химия, первый сеанс, результативный, самый, все это онкологи знают, до двух-третьих клеток погибают, затем, они уже, эти клетки, не реагируют практически, они запоминают, вырабатывают такую резистентность, устойчивость к этим воздействиям, также вот с этой кандидой, ну, в общем, понятно, идет защита, они действующее вещество уже не пропускают, они его распознают, то есть, то, которое на них повлияло, поэтому надо другое, потом, другое вещество, тоже сильно действующее, которое куча побочных, страшных воздействий оказывает, тоже действует, опять, и так люди живут в больницах, либо то дома, то в больнице, потому что они принципиально, во-первых, ничего не меняют в своей жизни, то есть, те первопричины, которые привели их к этому, они их не понимают, потому что их и врачи не принимают, и не понимают. Дальше, они ведут себя, вот эти клетки, онкоклетки, ведь как часть грибницы, они на угрозу отвечают бурным ростом, как и грибницы, они мутации, вот эти, мутируя, меняют программу клеток рядом с собой, понимаете, то есть, они как бы из здоровых клеток, они накладывают туда программу, переписывают, как через матрицу, дают вот это, и эти клетки, поэтому наши родные, и не уничтожаются, наши иммунные системы, потому что она не распознается, как чужая, но она чужая, с другой стороны, почему? Потому что она себя ведет уже, как онкоклетка, она и является, по сути, уже с измененной программой. Так вот, при благоприятных условиях, как и грибы, дают споры, но если нет такой, они могут дать тоже, но если нет такой возможности, кстати, что это значит? Вот когда свитч прорывается, это и есть споры, если аналогию в грибах провести, вот как это мы видим при онкологии, а вегетативно в основном, то есть, отделяются куски гиф, вот эти, да, грибницы, образуют холомидоспоры, они идут в разные ткани, так сказать, живут в таком консервированном состоянии, а потом при условии благоприятном перерастают и, собственно говоря, возникают вот эти очаги, это метастазирование. Кстати, ученые-онкологи нашли в организмах пораженных раком и споры, вот это споровое размножение, я объясню, когда свитч на поверхности выходит, и холомидоспоры, но не смогли их идентифицировать, классифицировать, и, кстати, так сложилась вирусная теория, когда за вирусы, как первую причину, приняли вот, на самом деле, грибковую природу, просто, когда грибками ослаблен организм, вирусы обязательно берут верх над организмом и, как сказать, над организмом, то есть, размножаются легче, они внедряются в здоровую клетку и составляют ДНК нашу синтезировать, как бы, продуцировать себя же, то есть, они сами не могут размножаться, они для этого используют здоровые клетки других животных. Теперь, ну, вирусы, вирусы, а онкоклетки ведут себя, как грибы. Так вот, а, кстати, если была бы вирусная природа, возникает вопрос, а почему родственники не заражаются раком, или врачи там, ну, просто сразу повально было бы это? Нет, это не происходит, потому как это, я говорю, причина не в вирусах, а вирусы просто идут параллельно. Естественно, есть вирусы, которые своими там воздействиями, токсинами тяжелыми и участвуют и ускоряют этот процесс, да, безусловно. Так что же происходит вообще, да? Так вот, а грибы-то ведь вы уже поняли, они всегда в нашем организме есть, ну, то есть, с непомытыми руками, ну, то есть, с воздухом, ну, это у всех всегда есть, но вопрос, в каком количестве и так далее. И пока иммунитет крепок, как бы мы все в порядке. Находятся они до поры до времени, неактивны. Как условия сразу меняются, переходят в активную форму, начинают размножаться и порой неудержимо. Так вот, грибы, еще раз, выделяют эти микромициды ферменты, и они как ключ к замку, они отпирают клетку, они проникают, обрабатывают нашу ДНК в ядре, а замещают программу, заменяют памяти хромосом и меняют программу посредством там иных групп ферментов и наши клетки получают программу, информационную матрицу, с матрицы считают информацию, и так здоровая клетка становится частью нашего организма, но на самом деле частью вот этого микромицета гриба. И онкологи знают, что опухоли сеченные, кстати, вот еще, или прожженные, там прожженные, оглученные, начинают расти неудержимы. Вот. Есть, конечно, мнение, что там кислород попал, ускорение процесса. Да, как ускорение, может быть, безусловно, кислород, все правильно. Но помните про того же, опять-таки, фактор обработки каустической соды полиоперационного. То есть, есть причины и факторы, которые влияют в ту или иную сторону. Теперь. Кстати, онкологи считают, что отрыв клеток при метастазировании, при опухоли, да, происходит хаотично при уменьшении, скажем, прочных контактов между клеток раковых между собой. Поэтому отходит, как бы, когда воздействие какое-то идет. Но при воздействии, да, на опухоль. Так вот, это не так происходит, это нелогично. Дело в том, что вот для защиты вот эти образуются холомидоспоры, и которые должны переждать неблагоприятные условия, неблагоприятные для себя воздействия, когда идет, да, и они как раз током крови разносятся в место, где есть достаточное количество питательных веществ. Кстати, обратите внимание, почему часто печень, почему органы внутренние, да, а потому что там самое большое количество питательных веществ находится. Там легко им прорасти, там есть для них питание. Вот. И они и находят. Ну, а если не находят, они ждут. Так, хорошо. Поэтому, кстати, не питайте раковые клетки. Вот чем их не надо питать? Их не надо питать неправильными вот этими продуктами, которые дают вот эти яды, токсины, ослабевают иммунитет наш, да, сладкими синтетическими продуктами. А у кого онкология, вообще сладкого вообще нельзя, потому что раковые клетки быстрее растут на, естественно, для них нужна энергия больше, чем для обычных клеток. Гораздо. Они агрессивнее, сильнее, они тратят больше энергии. А глюкоза, поэтому, кстати, есть даже метод, который определяет дислокацию и метастазов и так далее. Знаете, когда в глюкозу добавляют там какой-нибудь изотоп, краще вещество, которое там при определенном спектре дает излучение. Вот видно на рентгене, что есть зоны, такие светящиеся точки в определенных местах. А почему? Потому что эти раковые клетки глюкозу по огромных количествах потребляют. Ну, так вот, значит, логично, что ни в коем случае нельзя давать питание. То есть, чтобы замедлить этот процесс сам по себе. А это важно замедлить. Поэтому тут сладкого ничего, да, есть нельзя. Теперь, ну, про печень это особая тема, я говорил, да, и еще коснемся, наверное, не раз сегодня. Так вот, поэтому ясно и про причину рака. Все, их много, но главное, ясно, это про причины. Первая причина ослабления иммунитета, которая возникает вследствие главных факторов, таких, как, например, неестественное питание и накопление гнойных токсинов, трупных ядов и других продуктов распада, разрушения белковых структур, которые полной мере не выводятся из нашего организма, накапливаются в них. Тогда клетки начинают меняться в них, скажем, устойчивая эта программа, ослабевает, и они легко поражаются уже грибами, которые и, так сказать, заставляют клетки видоизменяться и превращаться в себя. То есть, части грибницы только видоизмененные, вон как клетки, которые вроде и свои, и чужие, и одновременно не те, не те. Так вот, но пока иммунитет все-таки силен у кого-то, а клетки все время раковые, вы знаете, наверное, слышали много раз, образуются, то они разрушаются как бы иммунитетом нашим. А чем же именно они разрушаются? Я вам сейчас расскажу. У нас есть такой уникальный фермент, который называется перфорин. Ну, от слова перфорин, перфорация, что созвучно, то есть, дырка, да? Так вот, этот фермент, он проделывает в клетках раковых, в их оболочках отверстия, дырявит оболочку, и рак, и клетка погибает. До поры до времени этот фермент лет до 35-40, как правило, как правило. А сейчас факторов столько, что и это не справляется, но тем не менее, он все-таки вырабатывается в достаточно больших количествах и подавляет, когда еще количество критической массы, ну, до 500, там, тысяч клеток доходит, то есть, еще возможно. Потому что потом вступают, там, в уничтожение раковых опухолей более сложные, так сказать, вещества, клетки иммунной системы и так далее. Тем не менее, вот, но эта работа происходит каждую секунду, пока организм крепок, да, то есть, вот, и, значит, вот возникают очаги, группы, а перфорина все-таки не хватает, допустим, или уже его недостаточно синтезируется, вот. Теперь, достаточно вот здесь как раз какой-то действительно стресс, воздействие препаратов, чего угодно, и начался неудержимый рост опухоли. На данном этапе, если пока он еще не начался, пока, легко повернуть процесс спять, вообще легко, и вообще здесь профилактика, дорогие друзья, самая главная роль, вот пока нету, кому это вообще лекция очень важна, ну, не только тем, у кого есть рак, она важна, у кого его нет, потому что, вот, по крайней мере, на почти 100%, на 99%, предотвратить возможность возникновения рака, пока его нет, возможно. для этого надо знать то, что я говорю, понять это, и дальше мы будем говорить уже, что делать, в том числе, в качестве профилактики. Так вот, выработка перфорина, как я сказал, с возрастом уменьшается, патогенные грибы, которые постоянно есть, они не ослабевают их воздействие, рода, например, аспергилис, мукор, плесневые, да, кстати, плесень на хлебе, это и есть, кстати, переплетенные гифы, мицелия, гриба, да, некоторые грибы попадают вот в легкие, живут там, размножаются, ну, другие ткани, ну, куда угодно, они нас травят, постоянно вызывая, в том числе, вот эти так называемые аллергические реакции, это же именно воздействие их токсинов, понимаете, а люди что лечат? Кожу? Идиотизм, врачи, кто этим занимается, они вообще ничего, ну, это правда, как вот Задорнов там шутит, специалисты по левому уху, то есть, они вообще не понимают первопричин, что кожники, и что, да, там уже знаете, как делят врачебные специальности, действительно, я говорю, просто вот до абсурда доходят, а общей биологии, биохимии, кто-то знает серьезно, понимает хоть, задумывается, кожу они лечат, кожа это отражение внутренних процессов, всегда, вылечи эти первопричины, кожа очистится сама, ну, а, да, ну, конечно, иногда вы помажут, гормонами, какими-нибудь мазями, там, и поможет, и что это значит, что правые врачи, ну, слушайте, давайте отрубим руку, там, я не знаю, нагноенную, там, с вещами, с каким-то, и что, они победили, что ли? Ну, ладно, ясно. Теперь, кстати, я уже про грибки в плане кожных проблем говорить не буду, но у меня есть моя лекция о грибковых причинах, там, о болезнях кожи, и так, вот посмотрите, обязательно, и дальше. Ну, теперь, значит, давайте так, любая химия, вот химиотерапия заканчивается плачевно, рано или поздно. Я говорю, исключения есть не потому, что они исключения, а потому, что там были, действовали иные другие факторы, которые почему-то не учитывали. Так вот, но всегда заканчиваются и всегда в начале улучшений, затем адаптации грибницы, резистентность на препарат и, так сказать, бурный рост. Поэтому любое вмешательство, хотя иногда хирургическое вмешательство оправдано, знаете почему? Потому что, когда мы сейчас перейдем к лечению и к тому, что есть вещества, которые воздействуют, разрушают раковые клетки, да, и не дают, кстати, никаких побочных отрицательных последствий, легче уничтожить меньшее количество клеток, чем большее, правда ведь? Поэтому, если, например, есть основная опухоль и она операбельна, действительно, порой и логично можно ее удалить, правильно подготовившись к этому и правильно параллельно принимая определенные там препараты, действующие вещества после этого, но вот облучение и химиотерапия потом, только 100% вступит рост опухоли и образование новых метастазов. Да, это может продлить жизнь, если ничего не делать, но какая будет эта жизнь? Это вот другой вопрос, вы сами понимаете. Теперь, так вот, в природе с низшими грибами справляются, запомните, только высшие грибы. Как? Известно, что плесневые грибы, они синтезируют антибиотики, да, вот вещества, которые подавляют бактерий там, да, протозоидных, вспомните, пенициллин, например, натанин, там, патулины, другие вещества, которые именно были синтезированы именно благодаря плесневым грибам. Но и базидеальные, высшие грибы тоже синтезируют антибиотики, фитонциды, да, грибные, такие, не только растения, они, и еще очень сильно действующие противоопухолевые вещества, полисахариды некоторые специфические. И вот тут как раз то, мы подходим к тому, как и чем можно лечить серьезные раковые заболевания. Причем, конечно, вы скажете, ну вот мы знаем, вы лечились так, так, мы поговорим, мы поговорим, безусловно, и о различных там других методах, там, то, что все на слуху, ну, многих, кто интересовал, и керосин там, и в отдельных случаях это имеет место быть, но это тоже не панацея. Я в своих лекциях на другие темы, где определенные виды рака там я разбирал, там, например, пищеварительная система, там, рак, так сказать, органов систем пищеварения, и там вот я как раз подробно разбирал эти темы, но, так сказать, это в процентном отношении очень малый процент из лечения. Если же мы говорим о максимально высоком, а я там приведу вам некоторые данные интересные на эту тему потом. Так вот, мы говорим сейчас о серьезной биологической задаче. В природе, кстати, давайте еще заметим, те леса здоровые, здоровые леса, деревья, не как вот гнилые, там все валится, и жучок поражает, а там и грибковые заболевания, вы знаете, какие у леса, у лесных, у растений есть, ох, много их. Так вот, в природе те леса здоровые, где симбиотические связи не тронуты между микоризой, то есть вот, а что такое микориза? Это симбиоз грибных вот этих мицелий с корневой системой растений, не тронуты человеком, техносферы, где грибницы, вот эти микоризы, не поврежденные. Ведь грибы не только поставляют некоторые минеральные вещества растениям, не только помогают поглощать влагу, увеличивая как бы площадь всасывания, благодаря такой разветвленности своей вот грибницы, да, но и главное, они лечат, они для растений являются как бы капельницей, то есть, прорастая в корневую систему, вырабатывая антигрибковые вещества, ферменты, антибиотики натуральные, значит, и они подавляют рост и пагубное воздействие патогенных грибков, которые поражают растения. Кстати, уникальные действующие вещества, например, такое гиберелинт, было выделено в свое время, выделено, например, таким японским ученым Куросавой из паразитического гриба, который называется фусариум, он, значит, этот гиберелин является естественным, к тому же, ускорителем роста растений. Кстати, в испытаниях на практике, на разных культурах он давал ускоренный рост растений от 2 до 10 раз. Представляете, кстати, эти механизмы применяли в промышленных, например, садах, когда обрабатывали саженцы однолетние, и они уже на второй год могли плодоносить. Так вот, аналогичные вещества выделяют и высшие грибы, например, подосиновики, которые дают ускоренный рост осиний. Кстати, заметьте, что первая она заселяет пустоши осина, там, ольха, береза, как бы, она как бы после вырубок, пожаров, первое и самое сильно развивающееся растение, они подготавливают как бы среду для более высших серьезных растений, которые уже образуют сложные экосистемы лесные. и такие леса, а я имею ввиду сложные широколистные леса, могут существовать вечно, теоретически, если их человек не уничтожит, либо глобальная катастрофа, в отличие от хвойных, кстати, но это отдельная тема. Теперь, значит, и вот грибы оберегают деревья, вот эти высшие грибы, их сложные соединения, полисахариды, другие компоненты, которые уничтожают гниль, паршут, там, и так далее. Экологическая роль вообще грибов в природе очень интересна, а я вам пока сейчас покажу, вот, собственно говоря, посмотрите, вот тот самый арахис, вот, те самые, некоторые виды грибов, в том числе, аспергилис, которые вырабатывают афлотоксины, ну, мы об этом говорили, когда про профессора Кэмпбелла, да, я вам рассказывал, кстати, что касается вообще о трехмонадных вирусах, ну, мы говорили и других теорий, вот то, что вирус папиллома человека, вот тут есть определенный подсчет, и так, скажем, да, это фактор, но фактор дополнительный, и действительно, так сказать, определенные виды рака развиваются, и видно, что подсчет делают, количество, действительно высокое, например, значит, вирусы. И, кстати, папилломы, действительно, они предшественники, в общем-то, рака, они показывают, что организме не все нормально, если папилломы на теле есть, но пока еще, слава богу, нет серьезных проблем, можно их, вот только ни в коем случае не надо хирургически удалять папилломы, не надо их там лазером, потому что, если верхушку айсберга, так сказать, немножко срезать, то уверяю вас, что нижняя часть останется, да, ну, наверное, вы это понимаете, вот здесь то же самое, более того, это опасно, это вызовет ложное чувство вылеченности, и проблемы вроде нет, потому что внешне мы не видим, хотя вернется, и внешне тоже, но лучше этого не делать, а убрать первопричину, это возможно, да, я потом расскажу, в частности, про тот же папиллому, теперь посмотрим, как бы дальше, вообще, мы говорим о грибах-паразитах, когда мы говорим, ведь они же не только паразитируют, помните, я говорил, на животных, но и на растениях, да, и вызывают, кстати, рак картофеля, например, и не только, и капусты, и многих других, и культур, и не, так сказать, растений диких, там, в природе, и берез, и других деревьев высших, вот, хорошо, но, вот, например, пожалуйста, что касается и мучнистой росы, и борются, и создают препараты от грибной, и различные гнили на растениях культурных, и на томатах, и, так сказать, на других культурах, и, тем не менее, поражаются, пока мы не уберем факторы воздействия, пока мы, так называемые, ну, тут не совсем применимое слово, иммунитет, все-таки это к животному миру применим, но, тем не менее, в кавычках возьмем, у растений не повысим, то есть создадим те факторы благоприятные, особенно, если мы в почву заселим, микоризы, различных грибов, когда они образуют симбиозы, когда будет почва живая, пойдут в ней те процессы, которые должны идти, как они и были бы в идеале, в нетронутой, так сказать, в природе, где огромное разнообразие различных растений, которых сейчас, конечно, так встретить можно в некоторых только заповедниках, там, и то, значит, вот когда-то это так было, вот мы, если создаем условия похожие, а вот, а я читаю, кстати, еще лекции на тему как раз органического земледеления, восстановления плодородия, почвы и прочего, если такие лекции есть, можно их посмотреть, найти в сети, так вот там я как раз все это объясняю, потому что в природе все очень сильно взаимосвязано, и все так логично, и понятно, и просто, на самом деле, потому что это я просто пытаюсь объяснить с двух сторон, как бы вам, с точки зрения здравого смысла, разума и законов природы, с точки зрения биологии, биохимии, когда при честном изучении, таком, знаете, когда невзирать на свои пристрастия или там попытки оправдать в своих глазах свою любимую, так сказать, еду или какую-то теорию, а беспристрастно, то все стоит на свои места. Ну, так вот, давайте дальше посмотрим, я вам сейчас еще покажу, вот, допустим, грибы, вот видите, мучнистый роста, серый гниль, это все грибы, это все грибы, вот грибы, опять-таки, те, ну, я говорил, не буду касаться кожи, но, тем не менее, вот покажу картинку, это вот, да, микозы те самые, это ногтевые грибки, головы, та самая перхоть, там, и прочее, и прочее, постригучие лишают, что микозы, да, конечно, это тоже грибные очаги, а почему? Ну, потому что, по какой-то причине, опять-таки, питание, вискосы и прочее, неестественное для кошек, да, иммунитет ослаб, да, ранка туда попала, а почему 10 раз попадает ничего, а на 20-й, сотый, тысячный, чего? Всегда так бывает, потому что, вот, по объективным причинам, вот они, плесневые грибы, их, как бы, условно такая, ну, вот, во-первых, вот это внешнее строение, если мы говорим о классических, там, аспергилис, например, корт, вот, тут видно разные плесневые грибы, их составные, скажем, части, вот мы берем немножко классификацию, посмотрим, если мы говорим, кстати, вообще о животном мире, неправильно я говорю, о живом мире, живом веществе, у нас, в нашей биосфере планеты Земля, то есть надцарства, вот эти, доядерные, или прокариоты, есть вот это царство ядерные, эукариоты, у которых есть ядро, и, значит, соответственно, там мы выделяем отдельно царство грибов, растений и животных, и вот, пожалуйста, под царством, значит, низших грибов и высших, и у бактерий там свои, значит, отделы, есть еще вирусы, но это, так сказать, отдельно, здесь в этой схеме нет, это общая такая классификация. Теперь смотрите, вот та самая микориза, мы же про нее говорим, когда про симбиоз растительными, вот, так сказать, та самая щепа, например, древесная, если ей посыпать в огородах, и на грядках, междугрядные пространства, там подсыпать деревья, мульчировать, так сказать, то очень многие грибки мы можем полезные, симбиотические занести, у нас, действительно, если мы не будем все выстригать, вытаптывать, уничтожать, сжигать, может и восстановиться нормальное плодородие за счет разложения вот этих органики до неорганических, и органических в то же время простых соединений и так далее, но это отдельная тема, и, значит, долго надо объяснять, а сейчас у нас тема все-таки важная и другая, поэтому не буду. И тем не менее покажу, вот пусть на этой картине, картинки пока останется, а я вам скажу следующее важное. Итак, значит, я уже объяснил, что вот эти гифы гриба, гриба внедряются в корневую систему растений и как капельницы поставляют уникальные вот эти вещества, например, тот же гиберелина, либо аналоги, вот, и то, что происходит, я вам объяснял, то есть, значит, это защита, главное, это защита растений от различных грибных процессов, разрушения там, так сказать, стволов деревьев и вообще всего организма дерева. Так вот, поэтому, древесные грибы на самом деле, а я сейчас вам покажу вот те самые, которые мы считаем грибами-паразитами только лишь потому, ну, они так называются, как бы условно, и даже в науке, только лишь потому, что они живут на стволах деревьев, но живут-то они на уже либо упавших, либо ослабевших, то есть, либо уже деревьев обреченных, вроде бы внешнее дерево нормальное, а посмотришь, сделаешь просверливание, вытащишь полоску, на которой мы видим, что, например, там всего лишь 10% древесины живой осталось, и, в общем-то, там они и селятся, на самом деле они санитары, они, правда, редуценты, они действительно поражают обреченные деревья, вот, ну, хорошо, а вот вопрос, а лечатся ли животные вообще в природе грибами? Вот мы говорим, что наши предки знали, что это действительно уникальные лекарства и знали, как лечить. Да, лес – это уникальное сообщество, и все в природе животные, они от природы оставили вот эту связь, что ли, незримую, да, вот это на уровне чувств, пониманий, знаний, без, ну, скажем, без речи, лексики, на уровне, ну, скажем, генетической памяти, да, своей. Так вот, например, действительно, вот лоси выходят часто на поляны по весне, когда вылезают первые грибы, строчки, у них очень сильно поражены к весне суставы, потому что они вынуждены, вы знаете, они в снегах проваливаются, они испытывают колоссальные нагрузки, и к тому же, значит, когда по снегу идут, пробираются, бегут, там, спасаются от волков, или пищу ищут, и попробуй, это, там, те же волки-рыси имеют контактное пятно больше, и не так проваливаются в снег, им проще, а эти копытные, ух, как проваливаю, им бедняки тяжело, у них изнашиваются суставы, к тому же, не хватает минералов многих, пока зимний период, и нет молодой листвы, и растений других, так сказать, зеленой части не дали, и вот тогда, они начинают их есть, а там содержатся определенные вещества, оказывается, строчка, которые восстанавливают суставы, и это тоже знали наши предки, подсмотрев все в природе, да, вероятно, так вот, сморчки, там есть вещества, которые улучшают и лечат зрение, проблемы с зрением многие, а мухоморы, так там, например, вот говорят, вот, и шутят на эту тему, нет, мухоморы, говорят, ядовитые, кстати, вы знаете, что они, например, и одной десятой доли не имеют токсичности, как имеют цитостатики, которыми онкологи подчуют своих пациентов, поэтому эти глупости больше не говорите, значит, кто так думает, конечно, так вот, например, были известны, сразу вам говорю, например, один, ну, я не помню его фамилию, это не врач, ветврач, вообще, это истории очень много похожих, есть, ну, вот, допустим, смотрит, что, да, это проблема животноводства, кучного животноводства, вот этого лейкоз, лейкозные коровы, телята, и вот, он стал, как бы, спрашивать, ну, видит, что у некоторых, как бы, проходит, и вроде не лечили, так, что вроде бессмысленно, и, ну, но проходит, были такие случаи, и вот тогда, а это те, кто хоть как-то пасутся иногда, и у пастухов он стал изучать, один ветврач, вот, спрашивать, а какое поведение, не было ли что-то необычного, и они рассказали, ну, вот, ходят в лес, видели, что едят мухоморы, и пьют потом очень много воды, прям пьют воды, и видите, как чувствуют животные, ну, вы знаете, ведь кошки, собаки, вот, на природе, они, кошка больна, съест какие-то травки, прочее, так сказать, вот, да, но сразу вам скажу, травы, это великолепно, траволечение, тут тоже применяется комбинациями комплексно, но грибы, это тема отдельная, и это самая сильная тема, так вот, мухоморы, да, он потом стал проводить исследование, и раковые опухоли, и клетки уничтожались, но, у некоторых умирали, и, кстати, не от того, не от рака, а от интоксикации, что, например, либо недостаточно воды попили, либо выделительная система не справилась, а практически во всех случаях раковые клетки были побеждены, побеждены, это очень сильное средство, но, сразу скажу наперед, применяется, все-таки, в таких серьезных случаях, а не сразу, и не просто так советую я, теперь, например, трутовик лиственничный, да, ну, на лиственницах, который, а трутовиков очень много разных, он туберкулез прекрасно лечит, но не только, он в яды токсины вводит из организма, прекрасно, кстати, как и, значит, этот вот дождевик, например, да, дождевик, хлор, соединение хлора, тяжелых металлов, там, выводит из организма, прекрасно, гриб веселка, например, издревле у славян, и еще у наших предков не так давно, был известен, и те деревни, где были, например, ведуньи, или вот, знающие люди, которые, людям советовали, люди эти все потребляли веселку, у них не было ни папилом, ни липом, никаких аденом, у них не было ни рака, это факт, это одно из самых сильных лечебных средств на нашей планете, я потом подробнее вам расскажу, вот, ну и, я уж не говорю, там, грусть там перечная, даже простые есть, совсем, казалось бы, грибы, а тем не менее, от камней в почках очень хорошо помогают, да, трутовики разных видов, например, снижают и холестерин в крови, и атеросклеротические бляшки растворяют, некоторые действующие вещества их, вот, ну и особенно, конечно, известен гриб шитаки, шитаки, хоть и японский гриб, там, но, тем не менее, вот там, давайте внимательно я расскажу отдельно, потому что он обладает особо уникальными свойствами, вот какими, значит, в нем есть такой полисахарид, который был назван, значит, лентинан, лентинан называется, так вот, он заставляет иммунную систему нашу активизироваться, причем это не важно, человек там, собака, животные и другие, это не важно, даже рыб проводили, среди рыб, рыбоводческих хозяйствах, и это известно было еще в древних книгах, которым там 500-700 и больше лет, конечно, там неизвестен был сам полисахарид, названий не было таких, но свойства были известны, так вот, а что происходит, что он заставляет, этот полисахарид, заставляет естественным путем, иммунную систему активизироваться, и вырабатываются в больших количествах, сразу синтезируются Т-лимфоциты, Т-киллеры, а это защитные клетки, а уже вот эти Т-лимфоциты, которые с раковыми клетками борются сами по себе, они еще активизируют макрофаги, очень серьезные, тоже защитные такие клетки нашего организма, так вот, лентинан еще, этот полисахарид, стимулирует деятельность наших естественных клеток, токиллеров, и, кстати, эти НК-клетки, специфическое название у них есть такое, они разрушают опухолевые клетки и даже клетки вирусов, поэтому, внимание, вот, например, тот самый Шитаки, он прекрасно борется с разнообразными вирусами, в том числе с папилломы вирусом, и порой достаточно пройти курс правильный, только концентрированного полисахарида лентинана, естественного, только неразрушенного, пройти правильный курс лечения, я расскажу вам об этом позже, чтобы папилломы сами отпали, прекратили свое вещество, то есть это значит, вот тогда да, значит, что изнутри проблема решена, и снаружи, как всего лишь проявление, так сказать, это как грибница, если она, например, уничтожена, гриб, плодовое тело, никогда не вырастет, правильно, он сгниет и все, вот тоже самое аналогию, так вот, смотрите дальше, лентинану, еще вот это вещество полисахарид, стимулирует вырубку интерферона, ну вы слышали, что это такое, так вот, а эти НК клетки убивают, раковые клетки, знаете, с помощью чего? С помощью как раз фермента, который уже синтезируется в организме у нас в достаточном количестве, тот самый перфорин, так вот, лентинан вызывает повышенную выработку этого фермента, который с годами у нас уменьшается, да, а также выработку интерлекина 1,2, так называемых, и других цитокинов, таких особо активных действующих веществ против рака, и еще фактора некроза опухоли. Так вот, я насчет фактора некроза опухоли, многие, особенно кто в этой теме, ну там, по воле судьбы, слолкнулись, знают, что есть такие рифнот препараты синтетические современные, которые там лучше американских аналогов, сотни раз дешевле, и про это часто доктор Мясников, если слышали такого вот у Соловьева, часто говорит, и я вам скажу такую вещь. Вот, казалось бы, да, и он официально призван, он, так сказать, многим помогал, ну, не буду спорить, но на практике своей знаю, что многих людей, которым вообще никак не помог, но вот, что касается, а знаете, почему? Я вам скажу, потому что синтетический аналог, он никогда не встраивается в иммунитет, вернее, он может это сделать, но это не будет, скажем, системным подходом, это всего лишь, частично это действительно и эффект некий такой, ну, не то, что плацебо, естественно, он в какой-то мере работает, но, вот дальше я вам расскажу то, что вы поймете просто глубже это. Так вот, смотрите, чуть-чуть позже мы коснемся этой темы еще раз. Вот этот полисахарид лейтенант, он водорастворимый, это очень внимательно надо понимать, да, и работает он только в воде, но при температуре до 42 градусов. Вот, во-первых, смотрите, вот мы опять сталкиваемся с тем, что термическая обработка, вот некоторые говорят, а вот поем там я грибов, или, например, есть такое действующее вещество, там, очень серьезное в лисичках, оно называется, например, хиномоноза. Так вот, оно, это вещество, уничтожает гельминтов в организме, очень многих, не всех, но многих, и даже яйца гельминтов, очень сильное средство, даже при, не только паразитарных инфекциях, даже при апистархозе, это, ну, очень серьезное заболевание, то есть, апистархи, я про них рассказывал, поселяются, если человек рыбу съел с яйцами, или там, этими апистархами, и они в печени селятся, едят клетки печени, и живут до 40 лет, и так могут жить. Так вот, борются даже с ними, а это очень сложно, на самом деле, и с лямблиями даже, хотя лямблии, это простейшие, однако, тоже очень сложно удалимые из организма, легко их получить, он водички попил с водоема, и лямблии ты получил 100%, если вода не ниже плюс 5 градусов, там, плюс 6, 100%, даже из родника. Ну, и, соответственно, когда-то, да, они вызовут очень серьёзные проблемы, кстати, вплоть до анемии, например, запросто, и когда говорят анемии, железодефицитная анемия, вот там, гемоглобин низкий, это, может быть, у человека, говорят, о, вегетарианство, или что, какой-то идиотизм, а то у мясоедов этого нет, причём, это связано с тем, если человек, конечно, там крови литрами не теряет, что у него просто глисты, да, тогда всё на свои места стоит, но врачи даже не посылают с таким диагнозом на обследование, первым делом, на гельминты, особенно на аскорид и прочих, а, кстати, аскориды, например, пьют кровь, да, просто напрямую, 30 миллилитров, одна аскорида, а если 10, 300 миллилитров в день, а если больше, понятно, да? Ладно, теперь идём дальше, про это уникальное вещество я говорил, так вот, кстати, а сам фактор некрозоопухоли сам по себе, во-первых, убивает раковые клетки, и ещё посредованно, он активизирует иммунные клетки, моноциты и клетки киллеры, так вот, лейтенант усиливает и восстанавливает иммунитет, а химия, химиотерапия уничтожает иммунитет, вы понимаете принципиальные отличия? Ну, конечно, это понятно, а если делать, знать, какие можно делать определённые комбинации, грибов, тогда можно усилить этот эффект. Тут самое главное, менять определённые, вот именно препараты, грибные, потому что попытка, приспособление, хотя здесь этого практически нет, в отличие от химических препаратов, уж больно, знаете, природа это продуманные те вещества, которые сдерживают это, и грибки ниши не могут приспособиться к этим веществам, однако, если менять препараты, где разные идут действующие вещества и сильные эффекты, то тогда как бы идёт добитие до конца, вот тут очень важно долечить, но это всегда важно долечить. Так, очень сильная комбинация лимитиназа, например, с витамином С, поэтому, ну, это сразу кто-то про лимоны, кто-то про синтетические препараты, ни в коем случае, всё глупо, синтетические вещества, а зато, например, проростки, прекрасно, те же, например, проростки кунжута или мака, буквально проклюнулись, человек съедает, кстати, в проростках того же витамина С, больше, чем его синтезируется, когда активизируется, жизнь зарождается, пробуждается в семени, в 10-20 раз витамин С больше, чем в спящем зерне, имейте это в виду. Ну, то есть антиоксиданты. Кстати, среди минералов надо выделить особый селен, противораковое вещество, мощнейшее, да, то есть наряду, если ещё принимать селен или препараты, а, кстати, например, белый гриб, подосинок, особенно белый гриб, имеет очень высокое содержание селена, ну, и не только, это я просто вот к слову сказал, там и цинка, и других очень важных минералов. Вот. Теперь, фермент перфорина. Вот, внимание, слушайте, в 1997 году медицинский известный журнал Lancet опубликовал статью подробную, где были опубликованы исследования биохимиков о вот этом новом открытии действия фермента перфорина. Они заявили, что теперь можно будет синтезировать перфорин, ну, коль открыли, он действует, уничтожает раковые клетки, теперь мы его будем синтезировать, и рак будет побеждён скоро. Вот. Это вот та самая глупость умных людей, казалось бы, несусветная, но, собственно, исключения не произошло. Впоследствии фермент, да, синтезировали, но удалось ли заставить его работать? Нет, не удалось. Он просто блуждал, ходил по клеткам и не мог внедриться в сложную, только природой или богами, ведомую комбинацию, естественную. Никогда мы, никогда не сможем быть умней природы и никогда покорить её не сможем и быть хозяевами. А мы часть её. И нужно быть послушными и благодарными детьми, а не строить из себя. Будем строить, будем получать. Так вот, искусственный перфорин – это муляж, как и почти всё искусственное. Так вот, но именно полисахарид лентинант даёт толчок выработке перфорина в больших количествах нашим же, своим же родным организмам, да? Так вот, но эти, грибы, вот, они могли обладать лечебными свойствующими, чтобы они обладали лечебными действующими вот этими веществами, они должны быть собраны в дикой природе. Кстати, сразу скажу, друзья, никакого отношения шитаки, который продаётся в магазинах, там, в качестве для питания грибов, не имеет к тому лечебному, абсолютно, это уже искусственно выведенные штампы, имеющие свои маркировки, названия, вкусовые, это всё искусственно выведенные там, в основном, американской селекции, там, но, тем не менее, они, никакого отношения к лечебному, там есть тоже лейтенант, но их сотни раз и меньше, чем, значит, соответственно, в диких, либо тех, которые выращивают правильно на специальных фермах грибных, и то, я вам скажу, это непростое дело, и, ещё раз говорю, это не те шитаки, что продаются в магазине. Я вам сейчас вкратце это вот поясню, такие нюансы. Вот, это берётся культура из леса, и то выбираются определённые, с высоким содержанием производимого действующего вещества, дальше, берутся, ну, в основном, каштановые поленья, если это правильно делать, высверливаются отверстия, внедряются вот эти вот грибницы, куски, при определённых условиях идёт первая стадия активации, прорастания мицелия, потом идёт проращивание под определёнными навесами, где солнце, как говорится, идёт, создавая тень в определённый период, определённая влажность, прочее, и, более того, есть такой там ритуал, он называется пробуждение Будды. Ну, кто-то над этим может смеяться, а на самом деле это всё столетиями проверено, то есть определёнными там палками, там бамбуковыми, неважно, в общем, бьют, создают определённый резонанс, что называется это, вот они говорят, пробудить Будду, ну, то есть вселить определённые, чтобы он туда, скажем, вот эти лечебные свойства. Так это или нет, однако, факт остаётся фактом, что на первом месте стоят собранные в дикой природе, но их почти нет, ну, то есть на всех не хватит, и даже на малую часть, раньше только императоры этим пользовались. А, кстати, некоторые императоры в Японии, вот у меня где-то это есть, я не публиковал, я изучал в своё время, некоторые прям известные поимённо правили больше ста лет, то есть жили там по 150 и 200 и так далее, это действительно так и было. Вот. И были даны для императоров только, ну, потом вот, собственно, стали так разнообразить, а сейчас, ну, это где-то 1%, а 99, это даже на фермах берут просто на субстратах, ну, так же, как вот вешенку теперь, или там тот же шит. В общем, это, конечно, совсем уже лечебный эффект там, во много десятков раз, его практически нет. А что же говорить про вот эти искусственные созданные штампы там для, значит, пищевых индустрий, но это совсем другое. Это, может быть, неплохо в какой-то мере, но это не лечебное. В общем, вы поняли. Теперь, а вот были, опять-таки, как всё это вот поняли, даже американцы сейчас вводят грибы в официальную медицину, это вот серьёзно, как вспомогательный, ну, естественно, ей же никогда никто позволит вести вместо. Это же такую убить индустрию, много миллиардную, там, больше, чем военную, там, промышленность, которую дают онкоцентры, там, и про, ну, кто это даст. Но, тем не менее, настолько неопровержимые убедительные исследования и факты, что, так сказать, это уже применяют параллельно. Вот в Китае это очень серьёзно применяют вообще альтернативно и только лечением грибами там, и не только в Китае, но, значит, в Японии. Вот. И вот были даже американцам проведены эксперименты, когда мышей заражали саркомой-180, есть такая разновидность, и вот выяснилось, что как раз действующие вещества грибов высших сильнее любых синтетических препаратов. Но, безусловно, можно создавать комбинации лечения химиотерапии, безусловно, хотя это страшное дело, и, значит, в какой-то мере будет проще переносить это изуверство, применяя определённые препараты грибные. Вообще, человек, понимаете, очень сильно отошёл от природы и потерял эти знания, огромные знания, которые были когда-то ещё у нас. А ведь ещё Владимир Мономах, вот я его приводил часто в своих лекциях на тему о том, что он ещё 80 лет там на коне был. Это когда нам говорят, там втирают, что там 30-40 лет среди продолжительной жизни была. Кстати, у меня лекция на эту тему была, кто-то из вас, наверное, слышал. Нет, она будет у меня в блоге скоро опубликована. Очень интересно, кстати, про анализ, про долголетие и на Руси, и не только на Руси. Ну, причины, следствия, посмотрите. Так вот, известно, что Владимир Мономах, и это в летописях известно, у него был рак губы, ну, значит, и он вылечился тротовиком, берёзовым, от него. Кстати, очень много сохранилось монастырских записей о лечении грибами, и не только лекарь Бадмаев был известный, ну, кто-то фильмы по РЕН-ТВ, по другим каналам, о нём, может быть, смотрел, и былиться, и не былиться о нём. Тем не менее, у него были огромные знания, он собирал эти манускрипты и так далее, по лечению грибами. И, кстати, очень серьёзно этими препаратами помог вылечиться супруге Николая Второго, когда всё-таки смогла народить царевича Алексея. У неё была страшнейшая там огромная мёма, ну, даже, которая распространялась до такого размера, что как будто она была беременна, и тем не менее смогли. Там и весёлкой в том числе, ну, и комбинацией определённой он вылечил полностью. Ну, это так, просто один из таких примеров. Так, теперь, что я вам хочу сказать ещё? Перед тем, как, ну, давайте, во-первых, я вообще советую, ну, у кого, конечно, желание, возможно, вот есть очень интересные книги вообще о экологии грибов, взаимосвязи с растениями, вот, например, вот эти книги, да, например, но их очень много. Я советую обогащать свой, так сказать, опыт и, понимаете, понимать природу, понимать сложные, вот эти экологические, а экология вообще, это не защита окружающей среды, это наука, которая изучает взаимоотношения организмов между собой, с окружающей средой, вот эти сложные процессы. Вот, понимаете, почему врачи, в том числе, онкологи, очень многого не могут понять, а потому что они вообще узконаправленные, они не понимают, невозможно понять вообще природу взаимоотношений, не понимая, вот именно, как устроены природные, и как они работают, сообщества, вот эта система, популяции, там, биоценозы, да, как они, вот только тогда придет, вот эта мудрость, и здравый смысл без этого не придет. Поэтому изучайте, изучайте в том числе экологию, как отдельную интересную науку. Ну, значит, вот лечебные грибы, да, значит, давайте вот что сделаем. Я вам сейчас, я вам сейчас кое-что интересное скажу, ну, например, давайте, вот, вот что я вам скажу, я один японский исследователь, тоже, ну, потому что Япония очень серьезно занимается грибами, да, исследуя экстракты грибов, да, вот того же шитаки, вот эти полисахариды, лентенант, о котором я говорил, назвали его, ну, и зовут Экикава, ученого, да, он применял порошок, живой, из полисахаридов, термически необработанный, действующий, да, и на мышах. И в итоге, я забегая вперед, не буду говорить все, что он делал на это времени, так вот, совсем небольшая доза лентенана, всего 0,5 миллиграмм на 1 килограмм веса, вызывала полный регресс опухоли, типа саркома 180, вот про ту же саркому, да, у 80% мышей, вы вдумайтесь в эти исследования, а доза в 1 миллиграмм на килограмм, то есть 2 раза, внимание, полностью останавливала рост опухолей, в 100% случаев, в 100% случаев. Причем симптомы излечения указывали скорее на иммунологическое, да, а не сходное с химиотерапевтическим и циологическим воздействиями. Так вот, и дальше это многократно там, в различных лабораториях, проверялось, перепроверялось и так далее. И установлены механизмы, как это происходит, как активация макрофагов происходит, значит, как Т-лимфоциты действуют и что они делают, это все известно. Так вот, значит, я хочу вам интересные привести примеры. Я, наверное, сейчас вам все-таки приведу какие-то, сейчас секундочку, просто посмотрю, их очень много, а то хотел больше, но видите, время слишком много, не хватает, а то уже мы и так с вами долго, а надо же ответы на вопросы еще, правда? Вот. Но, тем не менее. А вот давайте я вам вот такую приведу. Вот, внимание, тут как раз и про врачей, и про их ум, и про все остальное, да и вообще. Это, значит, опубликовано в одной книге Центра фунготерапии Филипповой, то есть я вот источник это называю, просто письмо поступило в редакцию, пишет человек, что он пишет так, рак не щадит никого, мою дочь эта болезнь настигла в 21 год, злокачественная, лимфома, средостенье, такой диагноз поставили молодой цветущей девушке, почему, что, за что, передать наше горе, отчаяние невозможно, ну, понятно. конечно же, начали консультироваться у профессоров, провели химиотерапию, ну, профессора, что еще могут говорить, облучение, я не вылезал из кабинетов онкологов, остановилось все только хуже и хуже, я думаю, дорогие друзья, это правда знакомая вещь, ну, то есть это не исключение, вот, она исхудала, весила 38 килограмм, то есть вот видите, не только, ну, ладно, не буду комментировать, умирала на глазах, в отчаянии я стал хвататься за любую соломинку, это я, человек с высшим образованием, который всегда свято верил в официальную медицину и все остальные методы целительства, считал шарлатанством, съездил к старушке-знахарке в Белоруссию, привез сбор противораковый, там был болиголов, из Требинка волосатый, шалфей полевой, пиону, уклоняющийся, это вот фитосбор, и начали пить, кстати, на протяжении, пишет он, значит, болезней, дочка пила этот сбор, выпили два мешка и еще настойку мухомора, вы не представляете, какой напор я выдержал, забирая дочку из клиники, меня обзывали идиотом, это врачи умные, кричали, что я убиваю своего ребенка, то есть они его почти убили, но это нормально, а то, что он пытался, как естественно, нормальный любой родитель будет что-то видеть, что ну неправильно что-то идет, не помогает, а вы знаете, что принцип золотой, природный, какой принцип о чем гласит, вообще логики, самого здравого смысла, что если методика лечения выбрана правильно, результат наступает незамедлительно, так вот, ну по крайней мере тенденция, я тоже чувствовал себя почти убийцей, ну естественно, но был уверен, что они там доведут дочку до смерти еще раньше, мухармор мы стали пить не каплями, как везде пишется, а там от одной капли до двадцати, там идет определенная концентрация, ну это я не буду еще, а начали сразу с половины чайной ложки, потом по чайной ложке два раза в день, выпила она три трехлитровые банки, сейчас от этой болезни не осталось и следа, дочка выздоровела, это заверено всеми справками того же онкологического центра в Петрозаводске, и об этом знает весь город, мухомор спас мою дочь, сейчас она вышла замужем и там, и так далее, я, естественно, не буду говорить уже, что там, тысячи, да, подобных и писем, и уже медициной, только отдельными врачами, разумеется, заверенной, и даже многие врачи потом стали применять определенные методы, безусловно, вот лечение грибами, потому что понимали, ну, что такие факты, ну, их невозможно, понятно, никаким образом отрицать, это уже просто, как бы чудо, можно сказать, вот, так, кстати, шитаки еще выводят примеси с соли тяжелых металлов, нитраты, вот, очень сильные, это тоже очень важно, значит, свойства, дополнительные, дополнительные, так, так, теперь я, пожалуй, давайте, вот что сделаю, да, кстати, ну, давайте, вот мы чагу смотрим, а по чаге вообще мы отдельно поговорим с вами, да, это очень интересная тема, я вам расскажу чуть позже, и, кстати, знаете, что я вам в конце обязательно расскажу, как действовать в тех случаях, я обещал все-таки дать систему, да, когда все-таки поставили онкологию, какими комбинациями, как можно лечить сам принцип, я дам, потому что очень много типов рака, очень много возможных специфических нюансов человека, и тут нужно действительно, во-первых, обращаться к опытному специалисту в идеале, безусловно, очень много случаев, когда люди сами начинали рыть, перерывать информацию, находили, понимали, вот как этот человек, когда к бабушке, и действительно, да, тут получило, это очень сильное средство мухомор, ну, скажем, применять его всем не нужно, потому что это как бы может быть последним, вот этой надеждой, последним таким железным, что за аргументом, против тяжелейшей, если формы рака, если другие средства не помогли до конца, как бы поставить последнюю точку, а если сразу, то другие уже не так будут действовать, то есть, поэтому и по другим причинам лучше мухомор сначала не применять, а начинать с других грибов. Теперь давайте, знаете, что сделать, я все-таки перед тем, как буду отвечать на ваши вопросы, а вы пока по ходу можете внимательно меня слушать, можете заказать тот или иной продукт, оформить сразу, параллельно, если вы умеете делать два дела одновременно, а я вам все-таки еще кое-что расскажу, я вам очень хочу рассказать о Чаге и о товарища Солженицына, если вы знаете, кто это такой, наш известный Исаевич Солженицын, писатель, можно сказать, фантаст, который там про десятки миллионов убитых, репрессированных писал без всяких на то фактов, а только по нескольким письмам, и по глубокой ненависти к существующим строю и властям за то, что его, как он считает, без основания посадили, хотя, конечно же, его посадили правильно с основаниями, и тот же действительно великий, выдающийся человек такой, например, разведчик Карпов, который умер вот недавно, к сожалению, на так сильно за 90-летнем возрасте, он тоже по 58 статье сидел и говорит, что правильно меня посадили, да, потом он и вину кровью искупил, даже все ордена и медали, какие только есть, заслужил, включая героя Советского Союза, и он говорит, да, я был идиотом молодым, а я ведь раскачивал страну в такой тяжелый период времени своими вот этими там анекдотами, шепотками и прочими, правильно, это мысли и слова разумного человека, который все понял, ну, а этот человек тем не менее, вот он получил рак, вы знаете, есть такое произведение, раковый корпус, это достаточно, так сказать, интересная вещь для анализа, но для тех, кто умеет анализировать и понимает, кстати, там очень много таких исследований было, различных на эту тему, журналистских там, когда описывают, как его, так сказать, оперировали, и прочее, и прочее, кстати, знаете, что тут особо интересно, особо интересно то, что если вот, как пишут, все это было, спрашивается, ведь если такие описывают ужасы отбывания и наказания в сталинских лагерях, да, кстати, интересно, тут тоже заметим параллель, и невыносимой жизни политзаключенных, писателей, вот эти диссиденты об этом так постоянно пишут, то возникает вопрос, а почему же медицинская помощь в этих исправительных учреждениях оказывалась настолько квалифицирована, что даже такие серьезнейшие операции, как удаление онкологических, так сказать, опухолей проводилось, а значит и обследование, гистология, и, так сказать, это было, да, ну, очень интересно. Ну, ладно. Значит, говорят, что у него была язва, то есть, извините, рак желудка, на самом же деле у него был не рак желудка, а у него на самом деле или, значит, говорят, последней стадии, четвертый рак желудка. Нет. У него была липосаркома, это такая серьезная, тоже очень злокачественная опухоль, ее клетками являются измененные жировые клетки, липобласты, и вот как раз прорастая в, как бы, желудок, туда кишечник, то есть, во внутренние органы, вот, ну, в общем, возможно, из-за этого у некоторых было заблуждение, но, по крайней мере, это заблуждение везде распространилось. Ну, не в этом суть. Суть в другом, что 12 февраля 53-го года Солженицыну сделали операцию, после этого отправили на поселение Джамбульскую область, вот, ну, и тут дальше, значит, есть, во-первых, переписки, есть его, там, дневники первой жены, есть врачи и так далее, но дело в другом. Значит, обследование Джамбулу Солженицын поехал вот в ноябре 53-го, после операции полгода прошло, этого вполне достаточно, конечно же, чтобы метастазы, да, и вот настолько увеличились, то есть, а ему там стало, да, хуже, и дальше происходило, что в итоге, короче говоря, он нашел и съездил даже, несмотря на то, что отлучаться из поселения было нельзя, и, тем не менее, купил у местного какого-то там ездил за 150 километров, у знахаря, шамана, неважно, в общем, на стойку аконита, это такая трава, вот, растения, жангарские акониты, да, он принимал его месяц, всего лишь с начала декабря 53-го до января 54-го до начала, значит, теперь, ну, потом его положили на лечение в 13-й корпус ташкентского онкореспансера и, в общем-то, значит, выпустив, там, да, там категорически запрещали, безусловно, принимать что-либо. Дальше, в общем, развитие событий, там, кто захочет, найдет, как развивались, но смысл в чем? Смысл в том, что потом он прожил 55 лет, после того, как, то есть, он умер там на 90-м году, значит, 55 лет, прожил без онкологии, а как он вылечился? Да, помог ли Аханит? Временно да, он всего лишь сдержал, вот говорят, некоторые лечатся Аханитом, еще раз говорю, любой фактор, серьезный, который действительно может как-то помочь, поможет, но он всего лишь смог задержать, а вот потом он обратился и ему посоветовали, он нашел уникального человека, он списывался с ним сначала, это доктор Масленников, который лечил Чаги, и он знал очень много об этом грибе, он, собственно говоря, ну, о враговом корпусе, в принципе, Солженицын это все, на самом деле, многое изложили, и вот он смог победить благодаря как раз комбинации Аханита и Чаги, так вот, ну, и вот, собственно говоря, что по этому грибу я могу вам сказать. Кстати, вот тот самый доктор Масленников, да, Сергей Никитич, он был очень хорошим земским врачом, жил он в Александрове и, собственно говоря, работал естественно в официальной медицине, а вечерами принимал людей и сотни человек к нему тысячи просто вот стояли и палатки разбивали и прочее, кстати, самое интересное, да, что вот это было с 35-го года он такую практику вел, это тоже страшный сталинский период, когда его бы за личную практику просто должны были бы посадить, сослать, расстрелять, разумеется, ничего не было сделано и он прекрасно жил, люди пользовались, ходили и так. Более того, он подал в 50-е годы патент и методику, когда он уже до идеала ее довел создание масштабного такого препарата как бы и действительно этот препарат был создан всего лишь за год буквально после клинических испытаний и химических исследований в 55-м году в фруктологическом комитетом Министерства здравоохранения сыр чага была разрешена к использованию. препарат сначала назывался бин-1 потом он назывался бифунгин но он до сих пор так и выпускается хотя конечно он намного слабее чем тот эффект который человек бы получил если бы он правильно собрал чагу заготовил ее и применял бы без термических обработок когда разрушаются почти все многие большинство лечебных компонентов это имейте ввиду и этот принцип природный он один кстати врачи-фунготерапевты прекрасно знают что и уникальные действующие вещества гриба веселки и тот же шитаки который я уже говорил литинам вещества полисахариды они разрушаются даже от очень малых температур уже при 43 градусах а в природе вообще так предусмотрено все понимаете ферменты при 43-5 градусах разрушаются очень многие действующие сильные вещества а потому что в природе есть один закон еще раз его скажу в полной мере только живая одна клетка передает другой живой клетке энергию строительный материал все так в природе есть умничать там с выпученными глазами или надвинутыми умными очками на лесу можно конечно но ни к чему хорошему это не приведет такой самообман рано или поздно обязательно коснется и самого человека а вот есть еще два уник но чага чаги розни та самая береза которую мы знаем прекрасно все понятно но оказывается в двух словах есть уникальная такая железная чага это так называемая береза шмидта которая у нас на Дальнем Востоке она очень редкая но тем не менее растет очень крупная она в Корее там еще растет там и не только ну в Южной например Корее так вот до метров диаметра до 35 метров высотой ее древесина тяжелее воды и тонет в воде она в пять раз прочнее чугуна пули отскакивают от досок этой березы так вот живет она очень долго там более там 300 лет может прожить ну и понятно и просто на Востоке она известна давно вот чага у нее тоже есть поражение грибом чагой так вот какое же у нее лечебное свойство например достоверно известно что болезни которые лечатся железной чагой например доброкачественные опухоли головного мозга злокачественные опухоли тоже головного мозга саркомы любого вида например милиновая болезнь болезнь крови меланому который ну известный очень опасный рак кожи да а вот есть такая в Казахстане ну раньше сейчас очень мало ее осталось красная чага Только в одном районе, на высоте 2000 метров над уровнем моря, растет и вот эта чага, полученная с красной березы, так называемой редчайшей вид, очень редкий, значит, например, какие болезни лечит эта чага? Заболевания желудочно-кишечного тракта, разимный гастрит и прочие там разные, доброкачественные опухоли, полипы, злокачественные опухоли желудка, пищевода, тонкого киши, саркомы, костей и даже аутоиммунные заболевания, такие как рассеянный склероз, там красная системная волчанка и так далее, и так далее. Так, ну и пожалуй, сейчас я посмотрю, сказать я вам еще кое-что интересного. Ну ладно, это уже не будем. Так, теперь давайте я вам вот что расскажу, Коля обещал тем более, ну и переключу, пожалуй, на такую картинку, ну как бы вот те самые грибы разные, какие-то мы воспринимаем как съедобные, какие-то нет, ну что мы делаем с грибами? Мы их жарим, варим и что тем самым мы уничтожаем все целебные свойства, стоит лисичку ту же сварить и все, никакого действующего вещества на гельминтах там не останется, хоть тоннами ешь, ничего не будет, ну резиновая лисичка становится. Что же мы люди творим, вообще делаем? Вот почему же нас мания варить, жарить, и мы думаем, мы... Слушайте, давайте так, ведь тот, кто варит и жарит, я не призываю всех там перейти на сыроедение сразу там, по крайней мере, но я вам хочу сказать, что... Вот говорить так, что мы сейчас приготовим что-то, имея в виду сварить, жарить, мы ведь природе говорим так, мы с природой так разговариваем, что ты природа, дура, идиотка, ты для всех живых существ на нашей планете, конечно, приготовила все, ну потому что мы верим своим глазам, а вот для нас, людей, мы такие особые, не приготовила, я сейчас исправлю твои ошибки и приготовлю тут за тебя. Тем самым мы говорим, возвышаемся над природой и говорим, что она идиотка, а мы умнее. Ну и против такого изуверства и извращения закона природы человек и получил свою кару, так сказать, только это не кара, а просто причины следственной связи, что посеешь, что и пожнешь, вот. Ну и вот то самое горе от ума. Ладно, а я вам вот теперь расскажу внимание, значит, конечно, кто-то из вас запишет, кто-то в записи посмотрит там потом, но я вам расскажу такую вещь. Я вам как бы систему главную расскажу, что принципами вот фунготерапии установлено в отношении и разработаны методики в отношении лечения серьезных онкологических заболеваний. Значит, исследования действительно показывают, что, как я уже говорил, что экстракт шитаки вот стимулирует деятельность Т-лимфоцитов, да, которые в свою очередь активируют макрофаги, и вот тут и фактор некроза и прочее. И прочее, все, что я говорил, не буду повторять. Плюс к тому, противоопухолевые вещества, подобные лентинану, есть практически, ну, в некоторых грибах и в некоторых, которые отличаются наиболее активными содержанием этих компонентов, это наша веселка. Ну и, конечно, не только. Из японских это шитаки, рейши и кардицепс, тот самый, кстати, который насекомые, муравя тоже поражает, потом прорастает. То есть, паразитически, да, настоящий кардицепс, он тоже имеет целебные действия, а особенно в сочетании с некоторыми другими, знать только надо. Да. Так вот, трутовик лиственничный и так далее. Но теперь давайте лечение грибами, когда мы говорим про вот такой сильный метод иммунотерапии, мощнейший. То есть, химиотерапия, еще раз, это приостановление клеточного вообще деления и жизни химическими веществами. А иммунотерапия, она встряхивает как бы иммунную систему, она заставляет работать иммунитет крепче и справляться с ненормальными вот этими клетками, естественным путем, да, с выработкой перфорина и так далее. То есть, по многим фронтам, там даже есть, понимаете, 100% и такие, как бы это сказать, реакции и взаимосвязи, и так, о которых мы еще и не знаем. Вот. Но есть факты, которые известны. Так вот, грибные вещества, они как бы не убивают сами онкоклетки, они вот заставляют, во-первых, работать макрофаги и другие, во-вторых, проделывают, то есть, вещество перфорин, которое уже вот как раз разрушает их. И, соответственно, нараковая клетка при развитии, а тем более при гибели, выделяет токсины, да, это надо понимать. Кстати, эти токсины обязательно надо как-то связывать и удалять. То есть, они же тоже могут организм травить. Ну, я вам уже об этом говорил сегодня, в том числе сегодня. Теперь. Значит, теперь давайте конкретно разберем. Итак, реабилитация и профилактика. Профилактическая терапия онкологических больных, она вообще делится на три этапа. Первый этап – это снятие интоксикации. Значит, второй этап – это замораживание болезни. И третий этап – это регресс, разрушение опухолей. И давайте посмотрим, что это такое. Ну, первый этап – снятие интоксикации. Это когда грибные полисахариды в это время ассорбируют токсины, продукты опухоли и как бы расчищают место для активизации макрофагов. То есть, такой этап, который у всех идёт по-разному в зависимости от настолько загаженного организма. Кстати, и в зависимости от того, сделали ли вы какой-то ещё шаг, который убрал вот эти первопричины, первопервопричины. То есть, ну, моментально убираете из питания неестественные продукты. Тем более молочные там, в первую очередь, мясо и всякие продукты животного происхождения. И, безусловно, увеличиваете в ассортименте концентрированные, полезные, с высоким содержанием, конечно, аминокислот. Потому что они тут нужны, клетки разрушаются, обновляются, нужно много белка. Для этого нужны и аминокислоты, чтобы белок у вас синтезировался. Значит, вы берите тогда, например, такие продукты, как вот те же пророски, в которых огромное количество аминокислот. Да, те же вот кунжуты, как я говорил, мака. Потом овёс голозёрный, который можно проращивать, взбивать в блендере в виде такого молочка. И потреблять очень питательный продукт. Плюс дополнительно такие продукты, ну, я имею в виду препараты. Вот, например, если мы говорим о Коралловом Клубе, просто для того, ну, многие вы знаете, кто меня знает, я советую определённые препараты Коралловой Клуб. Потому что просто это не значит, что нет других компаний, которые, скажем, не предлагают натуральные аминокислоты растительного происхождения, слева вращающиеся живой изомером структурой, да, то есть, которые усвоиваются на 100%. Но я не знаю, есть ли, нет, не изучал. Знаю, что есть, например, в Коралловом Клубе протилити препарат, где 8 из них аминокислот. Значит, по 2-3 таблетки 2-3 раза в день. Никаких проблем, вы получите достаток аминокислот. Помимо того, что вообще-то вы их можете получить из пищи. Я так дополнительно говорю, чтобы кто-то не боялся, говорит, там нужны белки. Дополнительно, да, нужны только не белки, а аминокислоты. Не путайте причину со средствами. Теперь, ну давайте вернемся к главной формуле лечения. Так вот, за этот период, первый, итак, обязательно должна восстановиться формула крови. То есть, нормализоваться должны гемоглобин и другие параметры. На этом этапе надо принимать, и я скажу вам сначала, и в идеале, она просто более дорогая, но это правильно, более жесткую формулу, более действенную формулу. Итак, первое, это шитаки. Есть порошок водорастворимый. Я, вот где приобрести, что я могу вам сказать, действительно действующие эти вещества. Тут уж, как говорится, это не в качестве, как говорится, какой-то рекламы, а поскольку это действительно жизненно, ну это такая, как бы, онкология особая. Тут уже, как говорится, ну нельзя, так сказать, не сказать и открыто. Вот слушайте, значит, шитаки водорастворимые. Потом расскажу, где что, значит, по одной дозе, один пакетик, три раза в день до еды. Потом рейши в капсулах, две капсулы, два раза в день. И весёлка в капсулах, две капсулы, два раза в день. То есть, три вида гриба. Больше трёх смешивать нельзя. И эти комбинации, сейчас я перечислил, они совместимые. Вот, но надо разносить эти грибы, соответственно, не принимать их и вместе, два вместе, чтобы действующие вещества функцию друг друга не изменили. То есть, соответственно, мы просто во времени это разносим. Так вот, анализ крови должен проводиться, ну примерно, два раза в месяц. И чем быстрее будет вот это достигнута стабилизация, формула крови, тем быстрее будет результат. А если же, ну скажем, три месяца уже прошло, а не удаётся, то применение это именно бессмысленно в данном случае. Хотя, ещё раз говорю, при других факторах, то есть, изменение питания, образа жизни, убрать из своей жизни все отрицательные факторы воздействия, насколько вы это сможете, разумеется, позитивный подход, всё правильно, настрой обязательно. Вот. Но есть лёгкий, например, такой как бы вариант, это шитаки, весёлка, применение хотя бы. Вот. Это так называемый минимальный маркерный курс от трёх до шести месяцев. Но вообще лучше вот это сильно. Я поэтому даже, наверное, не буду про маркерные вот эти простые лёгкие варианты говорить. Второй так. Когда нормализовался анализ крови. Да, кстати, а плюс ко всему, я очень рекомендую пить сок проростков пшеницы, начиная с 30 мл вот этой нормальной дозы утром до еды за 2-30 минут запивая, можно за 10 даже, запивая тёплой водой обязательно только. В течение недели довести это до трёх утром, а можно, например, 2 дозы по 30 мл утром и днём ещё одну или две дозы, то есть 30 либо 60 мл. Это настолько влияет на функции кроветворения положительно. Это у меня, кстати, есть отдельное видео, ролик на эту тему, посмотрите обязательно у меня его в блоге. Очень рекомендую. Плюс я рекомендую фукус, который, конечно же, понимаете, ещё ведь проблема с тем, что не хватает ведь не только аминокислот, да, и, соответственно, как следствие белков, при том, что клетки разрушаются быстрее и больше нужно белка, как бы нам, да. Но минералы – это те вещества, микроэлементы особенно, которые либо поступят в организм, либо нет. Во-первых, сами, конечно, грибы, эти экстракты, которые дадут многое вам, но ведь дополнительно мы не знаем точно, какой дефицит. Да, есть такие исследования безумно дорогие, там, я знаю, в Швейцарии, есть людей, знаю, кто проводил, но и там до конца и на все изучить нельзя, по многим, да. Но, тем не менее, чтобы не гадать и не заниматься дорогостоящими процедурами, в данном случае ненужными, есть бурые водоросли фукус, фукоиданы, вещества, кстати, сами все активные, тоже антионкогенные против онкологии. И к тому же там это и сорбент хороший, плюс поставщик всех минералов, в том числе йода, так необходимо для очень многих нужных биохимических реакций. И вместе с достатком кальция, кстати, которого должно быть органического достаточно, вот тогда это тоже огромный плюс к излечению будет. И к профилактике уж не говорю. Теперь смотрите, второй этап – это замораживание болезни. Во время, за время вот это вот, значит, так скажем, вот эти вот слабые макрофаги, они должны уничтожить молодые, то есть вновь образованные вот эти клетки, уже более сильные, у них программа налажена у этих макрофагов, они обучились у своих предшественников и знают, как говорится, куда бить и как. Они стали более сильными. И вот в этот период, конечно, продолжительного роста опухолей и метастазов не должно быть. Это период стабилизации, может быть достаточно долгим, а может быть коротким. Там он может быть и месяц, и до шести месяцев. Это очень ответственный период, потому что вот именно тогда сдерживается рост опухоли и метастазов, и может уже произойти регресс, то есть уменьшение. Но может остаться на периоде такой стабилизации, а бывает, что прям чуть ли не проходит сразу. Но тем не менее, смотрите, что в этот период нужно, скажем, будем считать, что это у кого-то месяц прошел, у кого-то два. Но примерно и может быть три. То есть приема тех первых препаратов. А теперь смотрите в этот период. В этот период какой именно жесткий сильный курс на месяц. Смотрите. Капсулы Шитаки по две два раза в день. Капсулы Веселки два раза в день по две. Капсулы Рейши два. Но вечером. Вечером. Один раз. Две капсулы вечером. Теперь, при, например, заболевании прямой кишки, онкологии, вот, толстого кишечника, органов малого таза, значит, рекомендуется еще дополнительно, дополнительно пользоваться свечами. То есть точечно, локально. Например, вот свечи Веселки. Одна свеча один раз в три дня. Курс 20 свечей. При неоперабельных опухолях этой локализации применение свечей один раз в три дня. То есть, соответственно, но уже до стабилизации процесса. Это более длительное может быть. Так. И третий этап. Регресс опухолей. Это уже что означает? Когда макрофаги не просто пришли в состояние рабочее, они стали уже прорывать старые клетки опухоли, уничтожать их. То есть не только молодые, более легкие в уничтожении, а более старые. Они уже, значит, пришли к очагам и начинают перерабатывать отходы производства. Им нужна, конечно, помощь серьезная. Тут здесь дополнительно очень хороши как раз те самые энтеросорбенты и, значит, процедуры очищения, промывания. Вот те самые, которые я очень подробно описываю в разных инфопродуктах, методах, и подготовку к ним, чтобы не было интоксикаций. Но тут простая схема даже хотя бы такая, как магнезия, кружка эсмарха, промывание кишечника, выделение оттуда токсинов. А на ночь можно в тот период, когда действующее вещество, последнее принятое, прошло часа минимум 2-3, принять и энтеросорбент. Например, белую глину, которая ассорбирует, выведет многие яды токсинов. А когда курс пройдет, уже я забегу вперед лечебными грибами, вот этими тремя, то есть можно принимать потом месяц, а лучше два отдельно гриб, концентрат того же... У меня этого... Ну, Господи, я все время его у меня... Ассоциация дедушкин табак, но это уже поздняя форма дождевика, да? Теперь, смотрите. Значит... Но бывают, конечно, сложности. Когда процесс, например, останавливается, замедляется, тогда уже изыскивают другую индивидуальную комбинацию грибов. И тогда могут это прервать по совету или рекомендации, ну, разумеется, специалисты, да, фунготерапевты, и вводят, например, другие противопухолевещества. Например, вместо какого-то одного гриба, например, кардицепс. Или ангарик бразильский. Очень сильный противораковый препарат. Очень сильный. Вот. Плюс к тому, параллельно, можно вполне принимать сборы растительные, которые помогут. Кстати, даже кто всё-таки решил, там, химиотерапию проходить, очень хорошо бы параллельно проходить курсы, вот параллельно лечению грибами, и даже хоть один правильный выбранный препарат, тот же весёлка, тот же... Большое дело сделало. Особенно те, которые будут выводить яды, токсины, последствия тот же дождевик, тот же трутовики. Ну что ж, это как бы вот такое вот то, что я хотел сказать, важно было акцентировать. Что касается трав, давайте так скажем. Вот при тяжёлых формах онкологических заболеваний, да и вообще вот в сочетании, понимаете, особенно когда с патологией крови, ну если с кровью, я сразу говорю, сок пророска пшеницы ничего сильнее быть практически не может. Кроме некоторых средств фитотерапии, которые просто уменьшат, ну во-первых, возможные такие последствия и, в общем-то, будут дополнением сильным. Потому что, да, но это что имеется в виду? Тут всё зависит от видов и дислокации раковых опухолей. Но, скажем так, сильные травы какие? Я просто скажу, копеечник, например, полузабытый, так называют, радиола розовая, да, пион, уклоняющийся, солодка, уральская. Кстати, корень солодки, вот тоже в кораллом клубе, например, продают. Ну, к примеру, можно и самим, я просто говорю, что это ускоряется лимфодвижение, как бы циркуляция. Это очень иногда оправдано, чтобы действующие вещества по лимфатической системе быстрее прошли в нужные места. То есть всё не просто так. Это бадан тихоокеанский, ну и так далее. Что касается, например, молочая, паласа, это сильное иммуномодулирующее средство, кстати, очень сильное. Усиливает средства, скажем, функции Т-лимфоцитов, которые именно цитостатические функции, то есть разрушение раковых клеток и так далее. Например, есть средства такие, ну, как, например, очиток пурпурный. Он усиливает регенерацию белков плазмы крови, например. Так великолепный, особенно его приём будет с проростками пшеницы. Кстати, препараты пихты, например, улучшают процесс регенерации при лечении дерматитов и кожных проблем. Кстати, например, значит, а вот, кстати, был случай, например, ну, он опять-таки, ну, не то, что единичный, но вот пижмой, например, вроде бы ядовитое растение. А один человек, который уже выписали с четвёртой стадии, вот, например, кстати, это Филипп его описывает также в своей книге, да, он, ну, плюнул на всё. И вот почему-то захотелось, ну, почувствовал запах ли повел, или ещё что-то, но ему стали прям рвать, переносить, а он уже всё умирать домой отправили. В огромных дозах, и не где-то там рюмочками, ложечками, а он трёхлитровую, там, или больше кастрюлю в день пил, то есть то, что вообще написано, ну, как бы даже, что меньшие дозы, вроде смерть. На самом деле всё не совсем так, как, мягко говоря. И он вылечился, а он уже там, у него, ну, последняя стадия была. Вот, но и, кстати, жив уже больше 30 лет. Но ещё раз вам говорю, это не значит, что все бросают. Это отдельный случай. А система есть система. И действительно, понимаете, природа нам, конечно, всё дала. Мы брать, ну, не то, что хотел сказать, не научились, забыли. Забыли. Так, а теперь давайте вот что сделаем. Я, в принципе, конечно, уже по большому счёту очень многое, что рассказал. Когда-нибудь, и думаю, что постепенно, я очень хочу сделать такие отдельные методики, комплексные методики по лечению тех или иных группов, групп видов онкологии по разным стадиям, то есть действующие вещества, но уже теперь вообще начало положено сегодняшней лекции. Вы уже очень многое знаете, считаю, вот как первое. Во-первых, получилось очень информативное. Вы понимаете теперь, я надеюсь, причины. А, кстати, знаете что? Напишите, пожалуйста, сейчас в чат, а я как раз посмотрю чат, всё ли стало понятным, вот, ну, в том плане, что откуда берётся рак, что это, какие причины. Вот помните, в начале был поставлен вопрос, в самом начале лекции, что причины рака, напишите, пожалуйста, и писали все разные варианты. От очень правильных, серьёзных до, так сказать, совсем не суразных. Ну и, ну, по крайней мере, я вас всех благодарю, это ваше было мнение, мысли. А вот давайте, скажите, так, сейчас секундочку, я открою чат, я открою чат, перезагружусь на всякий случай. Вот, давайте тогда напишите, пожалуйста, какие теперь, вот, понятно ли стали причины, ну, вот нет ли теперь у вас каких-то, таких, знаете, заблуждений насчёт какого-то одного фактора, одной причины. Ну, а я параллельно буду, конечно, смотреть ваши, значит, вот давайте вопросы я ваши буду смотреть. Во-первых, какие грибы тогда сырыми можно есть? Да очень многие, начиная от рыжиков, которые очень полезны, и ешьте маленькие там сыровежки разные, белые грибы, толстенькие, молодые подосиновики и подберёзовики. Все, естественно, лисички, которые просто, ну, очень сильные против, скажем, паразитарные средства, ну, не от всех, но от многих, по крайней мере, астрийцы и там прочее, это 100%. Теперь, грибы, можно, конечно, их шитаки, кстати, их используют в сырыми, в салаты, так же, как и шампиньоны. Да какие не возьмите, вы поймите, варёными ничего есть нельзя. Это неправильный вопрос, какие грибы, вот если вы что-то едите варёным, его можно есть сырым. Да, есть исключения, типа там, сморчков-строчков, где есть такие вещества, как бы условно ядовитые, которые надо выварить, говорят, что они разрушаются, ну, и действующие вещества активные тоже разрушатся. Но с ними это ладно, ещё раз говорю, их надо использовать как лекарство. Что касается грибов для пищи, ну, вы их все знаете, все основные грибы, они являются сырыми, естественными для питания. Теперь, что касается названия препарата Кораллового клуба, а их я несколько говорил, но корень солодки – это понятно. Что ещё я говорил там относительно чего? Есть, а, ну, например, селен, есть препарат, мономинерал, который там тоже продаётся чистый, именно в органической форме. Есть коралловый кальций, который просто с водой применяется, и он поставляет, ну, это не совсем кальций, это порошок, он раньше алкомайн назывался, сейчас коралмайн. Там неорганический, именно, извините, в органической форме минералы очень много, которые создают, меняют физико-химические свойства воды. Кстати, обязательно посмотрите мою лекцию о воде, обязательно, потому что вы просто поймёте и поймёте для себя, как, а надо менять физико-химические, мы мёртвую воду пьём, не только потому что по структуре мёртвая, она и не обладает нужными физико-химическими свойствами, которые необходимы нашей клетке. У нас же в клетке вода, а только она биохимическими процессами управляет, что называется, через неё передаются химические вещества, выносятся яды и токсины. Так вот, в ваших руках то, смотря какую воду будете пить, и, кстати, центры долголетия, именно там, где уникальная вода, а что значит уникальная? Активная, которая имеет определённые параметры, я их сейчас не буду вам называть, я так переутонил, но в лекцию мою посмотрите, поймёте. Значит, и тогда при равных прочих больше будет факторов донесения до каждой клетки нужных веществ, вынос из организма ядов токсинов, поэтому вода – один из правильных основополагающих факторов борьбы, в том числе с раком. Я очень рекомендую, ну, у кого есть возможность деньги, вот есть антиоксидантный комплекс, очень серьёзный, там, у меня посмотрите, изучите тоже, которые меняют физико-химические свойства воды, её делают активной, делают ОВП с низким отрицательным вот этим зарядом. То есть много-много свободных электронов, которые как раз являются антиоксидантами тоже, да? Ну ладно, теперь дальше. Как готовить грибы? Грибы природы, я не понимаю, смотрели вы мою лекцию или нет сейчас, что значит, как готовить грибы? Я же говорил про то, что мы издеваемся над природой, когда говорим готовить. Грибы уже приготовлены, коли они есть в природе. Они, всё в природе, на столе природы уже приготовлены. У качества воды, вот спрашивают, ну да, именно качество, а оно определяется химическим составом, примесями, их не должно быть, и свойствами физико-химическими. В общем, посмотрите, ладно, чтобы сейчас не... Теперь, что касается, ну допустим, давайте я даже, может, возьму книгу, если мы говорим, кстати, насчёт препаратов, кто... Ну понятно, люди все считают деньги свои, и это правильно. И если вы хотите, во-первых, на 20% там иметь скидку, ну, я имею в виду, ведь это такая система, при которой там есть просто розничная цена, есть клубная. Вступить в клуб надо. Ну а как это сделать? У меня в блоге левой колонки найдёте, там, коралловый клуб, и посмотрите, как стать членом клуба. Вы просто по реферальной ссылке зарегистрируетесь, у вас будет автоматически присвоен номер, код. По нему в любом городе, где бы вы ни находились, вы получите в официальном отделении препарат любой с уже по цене клубной, то есть со скидками. Ну и плюс другие всякие бонусы и прочее. Значит, что касается, наверное, белой глины, вы спрашивали, сразу скажу, что даже, к сожалению, продавцы отделения кораллового клуба представления не имеют, где их найти. На самом деле, есть такой комплекс лёгкие очищения, ну, условно так назовём, Калавада Плюс. Два. Так вот, туда входит порошок Калавада, это так называемая белая глина. Он отдельно продаётся, продавцы это не знают даже многие. Он, даже сразу вам скажу, та самая белая глина, которая до 40 раз набухает сразу и сорбирует яды токсина из кишечника. Код его, вам скажу, 91-205, потому что это 16 пакетиков, его лучше взять именно в такой количестве, в таком. Да, а противити, наверное, вот вы спрашивали, это как раз, смотрите, что туда входит. Туда входит изолицин, лизин, там, аргинин и другие аминокислоты, все незаменимые, да, серосодержащие все. То есть, вот, пожалуйста, да, это действительно вещь стоящая, ну, селен тот же, например, и так далее. Да, есть, например, кошачий коготь, такая лианотропическая, очень сильное вещество антиопухолевое тоже, да. Ну, естественно, не только это. Безусловно, надо смотреть, чего-то может в организме сильно не хватать. Но помните, что натуральные, естественные продукты питания с высоким содержанием активных веществ, они полезны. Да, сладкое ни в коем случае. Что касается максимума, это вот черника, голубика, лесные ягоды, особенно черные, очень полезные, в том числе против опухолевых процессов. Да, кстати, я сейчас, все же презентация, а вы меня же не видите, а я вам сейчас, сейчас я включу, секундочку, вернусь назад все-таки. Так, 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 вот теперь вы меня видите, и я сейчас чат смотрю дальше. Так, что вы там пишете? Нет, грибов нет в кораллом клубе, благодарю за вопрос, потому что, значит, смотрите, я последние месяцы, кстати, поэтому мало очень лекций выпускал практически, ну и других дел у меня много, я изучал очень серьезный вопрос фунготерапии, я, кстати, тоже сейчас диплом буду получать еще, век живи, век учись, да? Ну, а, к сожалению, многие фунготерапевты не понимают, даже вот понимают некоторые, что вещества, действующие при 43 градусах, уже разрушаются, но не понимают, что человеку, ну, как любому живому существу термообрабатывать пищу-то нельзя, потому что она вообще-то вся разрушается, в каком плане? Многие витамины, не все, но многие, ферменты все, минералы там при 65 уже меняют структуру, они не могут усвоиться в организме человека, да? И так далее. Но вот стоит человеку так посадить перед собой и, что называется, глаза открыть, серьезно поговорить, а я с многими очень людьми, учеными, там, и медиками так общался, когда, ну, что ли, их вот эти зацикленности проходили быстро. И они говорили, действительно, ведь это же так просто, все понятно, ну да, ну да, ну, 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 ну. Они боялись когда-то последний вот этот шаг, то есть правду в глаза себе сказать, что, мол, что же я делаю? Вроде, ну, все понятно, я вот в своей науке, я понял, почему, а я это ем все равно, а я продолжаю, ну, потому что хочется. Ну, да, это другой вопрос. Ладно, значит, тогда теперь давайте идем дальше. Какие, да, и в связи с этим, а вы, наверное, знаете, но если нет, я скажу, что у меня очень много видов деятельности там, и все они с живой природой связаны. И вот у меня есть, я же произвожу биопродукты питания, у меня свои производства там, вот, в Сверской области, в Ржевском районе. Я основатель экопоселения там, кстати. Сейчас я, кстати, вещаю вам с Псковской области, с Пушкинских гор, у меня там свое хозяйство, эко-отель, который я построил, кстати, приглашаю. Кто хочет, может еще успеть даже на новогодний приехать ко мне и рядом, вот, в одном доме специально под это отведенном гостевом, со всеми суперудобствами пожить и, ну, много чего увидеть, узнать, понять. Кстати, если кто хочет, пожалуйста, свяжетесь со мной, найдете меня и, пожалуйста, почему бы нет. Но, главное, у меня здесь комплексное хозяйство, а это, знаете, что я буду здесь вести и практические занятия на раз. Отсюда я сейчас вещаю, хотя сам вот переехал, да, что называется, из Подмосковья, из своего дома, сюда, с женой, с детьми, потому что, ну, а что делать, что там мне делать в Москве, ну, ладно, я не буду сейчас пропаганды вести, так сказать, отъезда на природу и жизни на земле, а скажу по сути. Так вот, у меня есть производство органических натуральных продуктов питания, да, естественно, это понятно. И я, безусловно, в том числе мы стали заготавливать лечебные травы. Ну, а сейчас пришли к лечебным грибам, хочешь, не хочешь, ведь мы, вот лекции я свои читаю. Люди пишут, а вот где можно, а что, если я в чем-то не уверен, а людям я вот говорю про препараты, а вот, например, та же расторопша. Кстати, при всех равных прочих, вот все, что методы я говорил и другие, расторопши уникальные, вот семена расторопша, растение, которое одно из самых сильных на планете гепатопротекторных средств, то есть восстанавливает гепатоциты клетки печени. Их, вот, нормальную работу. И тогда вы принимаете, я очень рекомендую, а где ее взять? Ну, вот расторопша, поэтому пришлось нам искать еще хорошую расторопшу. Дальше цепочка пошла, пришлось следующие, следующие травы, и вот чистотелы, и все так далее. И сейчас грибы, и поэтому вы можете купить, во-первых, если захотите, в центре фунготерапии Филипповой. И вот эти ее же препараты, кстати, эти препараты ее, да, они, вот представьте, а что это значит? Японцы, это единственная фирма в России, где Япония, вообще в мире, я думаю, где японцы закупают, я подчеркиваю, не сырье, а готовые препараты. Это много о чем говорит. И, конечно, какие-то закупаются в Японии, ну, те же шитаки, не у нас, там, метаки и прочее. Это уж, как говорится, историческое распределение труда. Это нормально. Они лучшие в этом. А у нас веселка, извините меня, мухомор. Препараты есть уникальные, есть крыма на основе веселки и прочее, которые наряду с внутренним применением помогут избавиться от проблемы с кожей, от практически любых проблем. Но я вам хочу сказать вот что. Да, эти препараты вы можете у меня купить, приобрести, потому что цена одна и та же для вашего удобства. Ну, например, вот захотите вы тот же фокус, например, сок пророска пшеницы, который, кстати, единственным вариантом, как и маточное молочко, может сохраниться, если его заморозить сразу на производстве. Ну, а бы и мы замороженным доставить можем в любой город России. У меня и в других странах закупают, берут. Потом. Препараты грибные. Пожалуйста, вопросы, ну, проконсультируем. Есть бесплатная горячая линия на сайте Филипповой, например, по фунготерапии. А у нас вы можете все взять вместе. И любые продукты питания органические, натуральные, и грибные препараты, травы и прочее, все в одном месте. Этот сайт nadgard.com, я имею в виду по, вот, где прайс, в том числе верхний правый угол по лечебным грибам. И скоро будет раздел в этом сайте именно по свойствам лечебных грибов. Будут у меня специальные видео, вот такие специфические ролики по тем или иным лечениям. Потому что спрашивают меня часто, я не могу индивидуально, очень просят индивидуальные консультации. Я их даже одно время отказывал, у меня было на сайте написано, что не... Ну, в самых крайних случаях только я прошу обращаться, потому что времени у меня его практически просто нет. Вот, так, теперь давайте дальше. Цитостатик. Одни из основных препаратов... Да. Чем я могла бы себе помочь? Благодарю. Вы вполне могли бы... Во-первых, смотрите так, всегда логическая цепочка. Какие группы тканей разрушает та или иная форма онкологии, либо какого-то автоиммунного заболевания. Например, суставы. Значит, смотрите, те препараты, которые... Я, к примеру, это вот вообще, да, восстанавливают суставы. Мы уже что говорили? Строчок раз. Из растений что? И вообще не совсем правильно комплекс. Вот есть такой уникальный комплекс в Кораллом Клубе, кстати, который у кого-то с уставами проблемы, я уж к слову скажу. Называется Билурон. Это препарат создавали ветеринары для лошадей. У них очень много травм. Ну, скачки, то-то-сё. С уставами проблемы. И это вещество, то есть то действующее, которое там есть, это комплексный препарат. Один из самых сильных, очень эффективно действующих. Но помните, что надо устранять грибковые первопричины этих поражений суставных. А значит, во-вторых, питание нормализовать. Никакого мяса, там... Ну, я бы говорил, животных продуктов. Увеличить концентрированные растительные, богатые продукты. Потом соки, такие как капустный, свежевыжатый. Картофельный, капустный, сельдереевый, морковно-свекольный, где одна треть свеклы, две трети моркови. Вот единственное, что можно, но редко морковь сладкая, часто нельзя. И, конечно, препараты. Во-первых, если любые внешние проявления, то тут уже примочки надо ставить. Не забинтовывать именно. Примочки несколько раз в день можно. Например, настоек того же мухомора. Это внутреннее одно лечение, а внешнее можно уже. Тоже крем весёлка, шитаки. Кстати, применение весёлки вам поможет однозначно. Наряду с выбранным, там надо смотреть другим, значит, каким-то составе до двух-трёх грибов, да, вместе применяемым. Так что, естественно, это натуральные цитостатические действия того же шитаки, например, который однозначно тут можно советовать. Вот спрашивают, мёд, мёд можно. А, при онкологии всё-таки, знаете, имелось желательно определённое время, пока до уже хорошей такой реабилитации, не принимать. Значит, так, какие... Нет-нет-нет, разумеется, не все препараты, названные мной сегодня, это кораллоклуб. И вообще, кстати, давайте сразу, потому что найдутся люди, которые ролик будут потом смотреть, что будут, о, препараты продаёт. Значит, знаете, у нас у людей, вот у многих почему-то такое скудаумие. Ну, я уж извините, я не хочу обидеть никого, но есть такие наглые, такие орущие, знаете, индивидуумы, когда, если человек, мол, продаёт, значит, это всё, всё, что он говорит, неправда. Наверное, надо слушать, да, что человек говорит и думать, вот это логично ли, разумно ли и так далее. А то, что продаёт, не продаёт, он что, должен быть святым и ничего там жить чем? А тогда за счёт чего он будет обладать знаниями, занимаясь данный область? Ну, есть же идиоты, да, ну, есть такие дебилы, но это ладно. Так вот, ну, я говорю, как есть, и во-вторых, пожалуйста, можете там взять, можете сами приготовить, пожалуйста. Но, как говорится, а почему не сказать людям, упростить их задачу? Ну, в общем, ясно. Так, причины противоестественные, бытие, да, антиприродное. Ну, в общем, да, это самые правильные, вот как раз, да. Теперь сода. Для лечения профилактики сода – это всего лишь щёлочь, которая, ведь, понимаете, когда человек ест мясо, прочее, да, любые варёные продукты, так сказать, вот, которые вызывают, кстати, пищевой лейкоцитоз. Да, это тоже интересная отдельная тема, но мы же не можем всё сейчас поговорить. Так вот, особенно азот, то есть то, что содержит, это белки, нитраты и продукты распада белков, это сильно закисляющие вещества. То есть вообще животные продукты и молочные – очень сильные закислители. И тогда, чтобы вернуть кислотно-щелочный баланс равновесия, тратятся щелочные металлы, минералы, кальций, магний, которых и так не хватает, а они очень нужны. Кстати, противостояние для укрепкого иммунитета необходимое, кальций и так далее. Другой вопрос, что их не хватает. И вот тут начинается то, что они все расходуются, многие, на реакцию нейтрализации, вот, окислительного воздействия закисляющего белков, попадающего к нам в организм. Потому что они в полной мере не могут полностью перевариться, они очень сильные закисляющие факторы. И что тогда происходит? Ну вот тогда моя лекция о молоке и молочных посмотрите обязательно, читайте статьи. Не буду подробно. Но что дает сода? Она позволяет, поскольку это щелочь, погасить кислотность излишнюю и сохранить вот эти минералы. Понимаете? И только лишь, а еще высокая концентрация щелочи, той же соды, жаль, что нет химически чистой, медицинской, а это все-таки не совсем штука полезная. Но, тем не менее, действует, потому что действительно некоторые говорят, а я вот вылечился. Да, и такое бывает, как я вам говорил уже, что порой один лишь дополнительный правильный фактор выбранный уже может повлиять и вот ту чашу весов склонить в сторону здоровья. Бывает такое. Но это фактор один. И потом, еще раз говорю, это щелочь. Просто в этом только и дело. Закисляющее вредоносное действие, оно как бы убирает. Но плюс щелочной среде раковые клетки не размножаются активно. То есть грибы подавляются щелочной средой, грибницей. Вот тут тоже попадает в точку. Но, еще раз вам говорю, нужно просто защелачивать естественным путем организма. Тогда это не нужно будет. Тот же сок пророского пшеницы, тот же какой-нибудь, так сказать, соки, любые овощные особенно. Живая растительная пища вся защелачивает в той или иной степени. А вареное закисляет. Так. Угу. А вот единственное, соленые грибы. Вот малосольные, правильно. Вот, допустим, те же рыжики или какие-нибудь там любые другие соленые в бочках вымоченные, а потом соленые. Там в большей мере остается действующих веществ. И вот такие грибы, в принципе, допустимы к применению вполне. Соленые, как это было, так сказать, вот веками. Вообще, знаете, вот вы обязательно посмотрите мою лекцию о долголетии, особенно вот третьей. Я три раза выступал с этой лекцией. Вот третья скоро у меня в блоге будет. Она так наиболее глубоко я там копал. И факторы, то есть всегда есть причины всему, что происходит, обязательно есть причины и следствия. И вот почему жили дольше, как жили. Ведь, понимаете, в том числе говоря о питании, наши предки в разы больше ели живорастительной пищи и меньше животной. Практически ее не ели. Тому подтверждение масса. И я просто не буду сейчас, а это моих и других лекциях во всех есть. Для суставов билурон. Билурон, да. Угу. Итак, я говорю, кто хочет просто сэкономить средства, значит, у меня на сайте моем, youfralove.ru, главный блок, там левая колонка, Коралловый клуб, зайдете, и там есть, как зарегистрироваться. И там, зарегистрировавшись, вы сможете просто, зная мой реферальный код, мой код и свой личный номер, мой личный номер в любом отделении, где бы вы ни находились, в любой стране и где есть представительство Кораллового клуба, да, в любом городе России, там, СНГ, вы можете сказать, вот номер. Они сами ничего вам не скажут, продавцы. А вот вы скажете, вот номер мой, вот моего подписчика, ну, кто подписал, пожалуйста, значит, не забудьте посчитать скидку. Со скидкой вы мне по клубной цене посчитали, вам скажут, да-да-да, не волнуйтесь, вот по каталогу, вот розничная цена, вот со скидкой. Теперь касаемо родниковой воды, еще раз. Так, а если родниковая вода, которая разъедает накипь, ну, слушайте, чтобы накипь, а что такое накипь? Ну, осадок вот этот, это как раз карбонаты, кальций и другие неорганические минералы. Если вода такая, что она разъедает, это сверхкислая вода, тогда образуется углекислый газ, идет прям пыхтение, шипит, все, углекислый газ выходит и карбонаты растворяются. Но, извините меня, кислая такая вода ни в коем случае не приемлема для питья. Вот, поэтому такой воды как бы, а вот чтобы вода постепенно растворяла, выводила, тут не совсем вода, тут вот, например, да, есть такая методика, когда, ну, для здоровых относительно людей она применима, когда лимонный сок, сначала он действует как кислота, но органическая, все-таки она щелочную среду создает. И тем не менее, как кислота, она растворяет карбонаты. И действительно, человек выпивает там полстакана, только не надо это делать. Я говорю, что это прийти постепенно, оздоровившись, к этому можно. Лимонного сока или стакан, и сильная пробежка, или там активная физическая работа до седьмого пота, ну, плюс еще 2-3 стакана теплой воды. И тогда, да, в частности, но на самом деле действующие вещества вот этих грибов многие тоже выводят из организма, в том числе соли, да? Так, ну, хорошо, это тоже ответил. А что касается варикоза, с этим очень просто. Надо восстановить печень, и варикоз будет проходить. Да, крыма обязательно использовать тот же веселкий, шитаки, можно мазать, и, кстати, тем же мухомором, но это снаружи. А внутри это печень, потому что давление в нижних полых венах возрастает, когда печень, например, через нее вот кровь подходит, определенный объем, а пройти не может, потому что часть клеток разрушены, как вот с забитой какая-нибудь мембраной, там, кальцием. Она, вода подходит, а протиснуться весь объем не может. Она входит давление выше, а на выходе меньше. И создается избыточное давление. И вот возникает деформация, возникают ослабления, возникают питание самих же стенок сосудов. Они же тоже стенки сосудов, вен, питаются артериями, микрокапиллярами там, да? Тоже замедляется. И вот возникают различные такие проблемы. Так, что касается разных типов, я вам сегодня для вводного занятия и вот такой лекции, это более чем я информацию дал. Сейчас важно понять, все это уяснить. Я желаю вам, рекомендую, пересмотреть. И потом уже надо по отдельным, индивидуальным, серьезным заболеваниям вести все-таки индивидуальную работу. Потому что, так сказать, тут надо многое узнать о том состоянии, анализах, крови, в том числе биохимии. И вот тогда дать рекомендации. То, что я сказал, это общая такая серьезная, да, рекомендация, методика, схема. Ее можно применить при любом типе рака. Но что касается отдельных конкретных случаев, есть грибы, которые работают, например, да, и растения лучше по отдельным видам рака. И тут уже нужна, конечно, помощь специалистов. Я говорю, есть горячая линия, у Филиппа вы найдете сайт. У меня будут вообще отдельно на эту тему подробные. Вот знаете как? Потому что, конечно, там очень все время заняты горячая линия. Там, ну, кто хочет, тот всегда найдет. Но, значит, я считаю, что я все-таки сделаю. Я возьмусь и постепенно в ближайшее какое-то время, после Нового года, буду делать отдельные такие, наверное, методики по лечению групп типа вот разного рака, да. Вот, это будет, наверное, правильнее. Причем при учитывать максимально, там надо при различных изменениях, отклонениях, состоянии. Это все, конечно, всегда коррелируется индивидуально. Но, тем не менее, общие методики, тенденции, комбинации надо будет сделать. Я это сделаю. Сахарный диабет вообще легко лечится просто переходом на сыроедение. Второй тип, а первый, ну, принимайте еще расторопшую и, так сказать, соки овощные, сок проростка, пшеницы. Значит, первый тип диабета, ну, месяц-полтора можно излечить. Второй за недели две-три. А пока вы едите, так сказать, там жареную картошку и мясо и так далее, конечно, вы и не излечите сахарный диабет. Так, теперь, что можно? Пальцы, руки, артроз. Вот как раз, что касается артрозов. Это все строчки. Это методики компрессов с настойками мухоморы и так далее. Но главное, значит, что там еще, кровь, лейкоция снижена, благодарю. А вот как раз первый этап, то, что я говорил, это вот то, что шитаки там и веселка и так далее. И вы, у вас нормализуется и кровь. Плюс к тому, кровь, это сразу вам говорю сок проростка пшеницы. Ничего лучшего практически нет. Гепатит С излечится очень просто. Эту я просто даю бесплатно, открыто. Мне просто уже надоело. И так человек написал такое письмо, что мне прям захотелось сразу помочь. Я ему пишу. А отца проблема? Я говорю, вы не против будете, чтобы я вам, ну не просто вам лично, я не могу только столько времени тратить, подробно напишу, а я опубликую? Он говорит, да, пожалуйста. Я опубликовал, он мне на сайте, там, на главной странице, вы увидите лечение гепатита С. Так что не будем сейчас говорить об этом. Он лечится легко, несмотря на то, что официально считается неизлечим. Хотя это неправда, потому что в ЦКБ его лечили, когда ввели в свою методику расторопшу по определенной схеме. Правда, проростки. И, в общем-то, я вам скажу так, что... А вообще гепатит С, вот понимаете, все нюансы с этим связаны. Ну, слушайте, вот у меня есть, вам неужели жалко, вы врачам отдаете десятки и сотни тысяч рублей. Вот две с половиной тысячи, три тысячи рублей про печень. Это вирусные заболевания, любой гепатит, поражающий печень. Вы посмотрите, купите за три тысячи рублей всего инфопродукт по лечению заболеваний печени, и вы вылечите гепатит С, и не только его. У вас будет от десятков тяжелейших болезней методики лечения. Вы понимаете? Вот я тоже действительно порой поражаюсь, люди тратят, знаете, какие деньги, да вы знаете, что там говорить, бессмысленно, но на знания, на конкретные методики, простые, недорогие, жалко денег, я в шоке просто. Вот сверху нажимаете «Заказать», и я вообще рекомендую комплект взять, где и по десяткам болезней пищеварительной системы, и по печени, и по поджелудочной железе. И, так сказать, там многое-многое прочее, что я уже перечислял, говорить не буду. Вы просто нажмите «Методики лечения» и посмотрите подробно, о чём там речь. Ну и эндокринная система. Просто лечить непосредственно эндокринную систему невозможно. Нужно нормализовать иммунитет. Первое – очистить печень, кишечник, напитать организм недостающими минералами, некоторых дефицит, в том числе йодом, который автоматически, понимаете, у нас программа не болезни в организме заложена, у нас по образу и подобию заложена программа здоровья. И эта матрица существует. Только факторы, которые не дают привести в норму с программой передать эту матрицу на реальное воплощение, это есть препятствия. Если их устранить, то организм напитать его, устранить видимые тяжёлые болезни. И организм сам именно иммунную систему, эндокринную, восстановит. Однозначно. Так. Ну вот. Да. Геморрой тот же. Геморрой тот же варикоз. Это тоже заболевание печени. Нагрузка, дополнительное давление венах, нижней полу и вене. Естественно. Геморрой – это тот же варикоз. Абсолютно та же причина. Поэтому печень восстанавливают первым делом. Поэтому у кого варикоз, трабофлебит, геморрой, берите комплект или берите отдельно продукт по лечению методики печени, и у вас не будет этого в скором времени. Там даны все нюансы по питанию, как подготовиться к этому, провести мероприятия очистительные, выйти из них правильно, потом до них. Понимаете, системный подход – это не пилюля какая-то, это подробный, системный подход, методика, грамотная. Ну что ж, это просто моя человеческая рекомендация. Так же, как вы видели, сегодня, так сказать, ну очень подробно, серьезно осветил вот эту тему. И обязательно посмотрите мои лекции «Онкология от Варбург». Вот что я говорил там на сайте, посмотрите обязательно про анализ книги профессора Кэмпбелла «Китайское исследование». И все-таки задумайтесь серьезно о питании и образе жизни. То есть это очень важно. Ну что ж, дорогие друзья, вот у нас с вами уже прошло, наверное, сколько? Точно три часа, не меньше. 21, 22... О, это четыре почти часа. Я думаю, что это не зря время прошло. Но я вас благодарю за то, что вы пришли и проявили интерес к своему здоровью, ну и к моей лекции. Я надеюсь, она вам была полезна. Я прошу вас высказать свое мнение. Напишите, пожалуйста, в чате, насколько эта лекция вам понравилась, насколько вы считаете нашу встречу с вами важной и нужной. И много ли вы важной для себя информации, возможно, уже путь нашли, решение вы вынесли, по которому вы поете в жизни, по жизни для себя. Вот, пожалуйста, об этом напишите, если вам не сложно. И я на этом хочу с вами попрощаться. Смотрите мои лекции, применяйте те методы. Я надеюсь, вы поняли. Моя задача главная была, чтобы вы поняли, а не поверили. Сами уяснили. Всё же очень просто. Очень просто. В природе ничего сложного нет. Мы только слишком усложнили свою жизнь и слишком поверили в выдумки, которые сами же перед собой изменённые картины жизни. Учёные многие извратили эту картину мира, к сожалению. Ну что ж, дорогие друзья, меня, как я уже повторю, зовут Фролох Юрий Андреевич. Я сегодня был с вами. Надеюсь, не зря. Я потратил своё время, очень которого мало, очень которого мало. И надеюсь, что вы мне тоже будете за это благодарны, за эту информацию. Всего вам самого лучшего.